Евгений Киселёв Приветствуем всех, кто пришёл сегодня в студию. Начало сегодняшней программы у нас будет не совсем обычным. И не только потому, что у нас, как вы видите, немножко изменилась обстановка, но по другой причине. Дело в том, что в этой студии я сегодня последний раз выступаю как ведущий телеканала «Интер». Я проработал на «Интере» неполные 7 лет, кстати, даже чуточку больше, чем когда-то на старом добром российском НТВ. В те времена, когда это был совсем другой канал, дороживший своей репутацией, высоко державший планку журналистского качества. Канал, благодаря которому я когда-то получил первую настоящую известность и популярность. Я прошу, можно не перебивать меня аплодисментами. Я недолго вас задержу. Так вот, я хочу сказать, что я признателен тем, кто пригласил меня работать на «Интер», кто дал мне возможность продолжить в Украине, в независимой Украине, свою профессиональную карьеру. В Украине, которую я за эти годы полюбил всей душой и которой, я надеюсь, еще послужить как журналист. Но при этом должен сказать, что я, конечно же, признателен всем, кто смотрел меня, кто помогал мне, кто меня терпел. Но все заканчивается, и я ухожу с «Интера». На это есть много разных причин, и право мне сейчас, здесь и сейчас, не хочется об этом говорить подробно. Ну, а если коротко, скажу, что у меня давно назрела потребность заняться новым, совершенно новым, может быть, даже несколькими новыми проектами в области независимой политической журналистики, которые я, к сожалению, на «Интере» реализовать не могу. За сим прощаюсь с уважаемыми гостями. А образы правления в этой студии передаю моему коллеге Алексею Лихману, украинским же телезрителям, не говорю прощай, говорю до свидания. Очень скоро увидимся, как говорится, в другом месте и в другое время. Счастливо. Спасибо огромное, Дмитрий Алексеевич. Спасибо. До встречи. Ну что ж, дорогие друзья, извините, пожалуйста, за такое начало. Возможно, оно немного грустное. Для меня, по крайней мере, точно очень благодарен Евгению Алексеевичу за все то, чем он меня успел научить за почти два года работы. Это были очень интересные, поверьте мне, два года, которые дали мне очень много. Но давайте начнем нашу сегодняшнюю программу. Собрались мы для того, чтобы обсудить с вами события последней недели. События, я думаю, согласятся, все были очень интересными. Как по мне, так иногда Украина могла себя чувствовать, как в старой доброй кинокомедии «Свадьба Малиновки». Но только если в Малиновке злосчастной, несчастной власть менялась хотя бы раз в несколько недель, то у нас, начиная с понедельника, новости, которые поступали из кабинетов, где велись переговоры по формированию нового кабмина, менялись с частотой чуть ли не раз в час. Запутать могли всю Украину, которая и до того устала от многомесячного кризиса. Но ближе к концу недели нам объявили, худо-бедно собрана коалиция, худо-бедно собран кабмин, за него проголосовали. И стране объявили, что, в общем-то, кризис преодолен. Будем ли мы жить лучше, будем ли жить веселее? Давайте с этим разбираться. И первый вопрос. Мы будем к нему возвращаться весь эфир. Стало ли лучше? Преодолен ли кризис? Лучше ли Гройсман на сегодняшний день для Украины, чем Яценюк? Кто хочет начать? Ивана, я попросил бы вас, наверное, как единственного представителя в этой студии, члена кабмина нового. Дякую. Я вважаю, что мы пройшли сейчас и пройшли сложно, абсолютно с величезными такими ухабинами, так бы мовити, на цьому шляху, но мы пройшли достойно демократичный процесс. Он сложный, он может не так идеальный, не так прозорый, как нам бы всем хотелось. И нам, очевидно, всем хотелось бы рухаться до того, чтобы иначе формировался уряд, чтобы иначе мы шукали коалицию. Но, на самом деле, когда так мало было політичных сил, которые были готовы на себя взяти далеко эту ответственность, и были другие політичные силы, которые активно хотели расхитывать эту ситуацию до строковых выборов в той ситуации, когда нам настолько экономично тяжко, в той ситуации, когда нам настолько політично тяжко, в той ситуации, когда у нас продолжается война, и мы видим, что война на Сходе, вона загостряется, но, на самом деле, мне кажется, что мы вышли на очень непоганный результат. Я понимаю, что никто сегодня не слышал, знаете, там, тут коллеги зі мною жартовали при входе, ну что, Иван, ты уже 24 часа на новой посаде, где же реформи, знаете. Тому, звичайно, никто сьогодні не відчує той зміни. Для нас важливо, насправді, дуже багато речей было закладено в попередньому уряді, позитивних, мы зараз, багато було внесено правильних законопроектів, Ивана, а наследие и положительным, и отрицательным, и о том, как вы им распорядитесь, мы поговорим немного позже. Коротко, все же ответ на мой вопрос. Гройсман на сегодняшний день, это спасение для Украины? Я вважаю, я надеюсь, что уряд Гройсмана на данный момент будет тем кроком, який далі рухатиме реформи. Я в це вірю, я переконана, что вся команда, яка пришла разом с ним, точно так само налаштована. Жорстко антикоррупційно и абсолютно на эффективность реформ. Это будет непросто, но мы рассчитываем на всех наших коллег, которые остались в парламенте, на их поддержку, на их понимание и на диалог с ними. Спасибо за ответ. Сейчас я хочу обратиться к нашим телезрителям. С этой программы мы просим у вас вашей помощи. Вы можете влиять как на качество нашей программы, на темы, которые мы можем обсуждать во время эфира, предлагать их на нашем сайте Подробность.ua, так и высказывать свое отношение к происходящему в студии. Верите вы тому, что здесь звучит или не верите? Нам интересно ваше мнение. Пожалуйста, в течение программы мы будем задавать вам короткие вопросы, всего с двумя вариантами ответов. Зайдя на сайт Подробность.ua, вы можете выбрать один из ответов, который вам больше нравится. И уже через несколько минут мы можем обсуждать эти данные в прямом эфире. Пожалуйста, участвуйте. Например, сейчас я бы посоветовал нашим редакторам задать вопрос на сайте. Простой. Кто лучше? Варианта ответа два. Гройсман, Яценюк. Обсудим эти варианты? Это какие-то дивные пытания взагалі. Нет, не удивляйтесь. На условии чего люди мають тюксинювати? Не удивляйтесь, в этом вопросе все. Кому народ сейчас больше верит? Это такая графа. Прочтите его так. Гройсману или Яценюку. Буквально через несколько минут этот вопрос уже будет на сайте. Еще раз напомню подробностью ей. Заходите, голосуйте. Ирина Герасченко, вы в нашей студии второй человек, который выиграл от коалициады. Я вас поздравляю с карьерным повышением. Я считаю, что вы достойно представите нас в качестве вице-спикера. Ваше мнение. Кризис преодолели или нет? Гройсман или Яценюк? Вы знаете, когда только Евген Кисельев прощался с глядачами телеканалу Интер, я вспомнила себя ровно 15 лет тому, потому что как раз эти часы также прощались с глядачами телеканалу Интер. И это был очень важный крок тогда, потому что тут была стримка, телевизионная карьера, все хорошо складывалось, но также обстоятельства складывались так, что я считала, что это правильно. И тогда никто не мог сказать, что это лучше для Интера, что Ирина Герасченко, например, из Интера, или для Ирины Герасченко, это правильно или нет. Только час покажет. Время показало, что вы, наверное, все-таки не проиграли. Я хочу сказать, что и так же мы сейчас не можем говорить, а кто лучше, вы, или Евген Кисельев. Это абсолютно безтактовное вопрос. Я могу сразу ответить на этот вопрос. Правда, какой будет ваша программа? Это только глядачі дадут оценку. А мы тут все европейцы, в этой студии, несмотря на то, какие посады мы занимаем, я сподіваюсь, в каких партиях мы есть. И европейская традиция – это давать оценку уряду принаймні через 100 дней в первую оценку. Действительно, что не прошло даже 100 годин, поэтому я пропоную снять с вашего сайта это некоректное опитывание. И больше опитывать, например, людей про то, чего они ожидают от уряда Гройсмана, чтобы он был лучшим. Это будет правильно. Но что касается того важного, действительно, кроку, который вчера сделала команда, которая показала свою ответственность, это ответственный крок. Потому что, очевидно, что общество сегодня мало интересует прозвища у влади, интересует результат, интересует дие. И, что способна будет эта команда, которая заявила, что она готова взяти на себя результат, показать дие, а 100 дней, давайте поднимемся. Но важно тут отметить, что в этом уряду действительно нет 100 дней. Потому что, на самом деле, мы действительно находимся в надзвичайно сложной экономической ситуации, в очень непростой ситуации, где ззовно наш ворог радует, когда мы слабы. Подивите, шановные глядачи, как за последние месяцы за последние годы ситуация на фронте. Я в Минске чувствую, в последние недели, насколько похабнейше себя стали поводить наши оппоненты. Потому что, когда они не чувствуют нашу внутреннюю слабость, это дает им привод, знаете, тиснуть на Украину. И поэтому я хочу сказать, что очень важно, чтобы мы, оставшись, возможно, оппонентами в середине страны, не были оппонентами до Украины. А те люди, которые вошли к коалиции, те люди, которые взяли на себя ответственность, они показали, что они являются людьми с государственной позиции. Хотелось бы просто подстегнуть, чтобы они это как можно быстрее показали. Вы заговорили о временных рамках, 100 дней. Есть ли у Украины эти 100 дней? Нет, нет, но есть традиция политическая европейская первые оценки давать через 100 дней. Какое время, грубо говоря, какое время на раскачку есть у этого Кабмина? Может ли страна ждать эти 100 дней? Александра Кужель, и ваше мнение по поводу того, преодолен кризис на сегодняшний день или нет? Ну, кризис, как была, так и есть. Единственное позитивное, хочу сказать два. По-перше, у нас впервые в истории независимости Украины. У нас две женщины есть в президиуме Верховной Ради. Наша организация равных возможностей женщин сегодня очень гордой. У нас женщина вецепремьер, у нас женщина министра освятий. И я думаю, что все девушки должны их приветствовать, потому что мы показываем, у нас всегда чоловики говорили. Почему чоловики не могут приветствовать? И что, я думаю, что это наша перемога. Я не против, давайте, приветствуйте всему, пожалуйста. Я когда говорила, когда мы говорим про 30% в одной из статей на выборах, я говорила, чоловики, готуйтесь, потому что жители у нас молодые, активные, и скоро 30% это могут быть чоловики. Другая приемная речь, которая сегодня была на вопросах уряда, я хочу сказать. Я находлюсь в опозиции, хочу подкрасить, что, мабуть, за всю незалежную историю Украины у нас первая проукраинская опозиция, и это очень важно, что мы и влада, и опозиция все же таки маем проукраинский направл, и проевропейский. Но, что было приемно, это реакция премьер-министра. Он слушал, про что мы говорили, очень активно сразу была его реакция. Например, вопрос о отсутствии леков для онкохворих детей. Это не было, я раздивлюсь, сидел, пішел. Он, для меня лично, сегодня дав надею, что, дай Боже, чтобы, знаете, как в Библии говорится, випробование владой и грошей, а найстрашнейшее. Гроши много пройшли, а от владой подивимось. Что неприемно для меня лично, как для политики, я думаю, для многих, кто тут присутствует, это сгвалтование Конституции вчера было. За всю историю незалежной Украины, такого порушения основного закону... Нет, я могу подтвердить, что я говорю. У меня на руках есть три постанови, зареєстрованные в Верховной Раде, которые подписал президент Украины. Для меня это очень важнейшие документы. Это постанова на призначение пана Гройсмана, пана Клімкева и министра обороны. Мы должны были сгадь на Конституции голосовать. Но на сегодняшний день, потому что по Конституции президент их подает, есть, но проголосована постанова, которую подписал Бурбак и Юрий Луценко. Это неизвестно. По-друге, когда мы освободили членов Украины, через 5 минут, которых призначили, если смотреть по юридическому, то мы можем сказать, как угодно... Александра, давайте ближе к зрителям объясним, что это может означать на практике. Ну, отверто хочу сказать, что можно обратиться к Конституционному суду. Я, как гражданин Украины, например, могу оспорить это назначение в суде? Можете, можете, бо я, как гражданин Украины, два человека оспорили наши с вами нормы споживания газу и повернули к Абміну великие нормы споживания. Но хочу сказать, что дальше продолжалось. Найнеприемнейшее было принятие программы уряду. Это была такая спешка, потому что есть норма, которая предупреждает, этот уряд должен ее проголосовать. Где они ее принимали, интересно? Они ее не проголосовали, не рассматривали. Потом они должны подать их на Комитет экономической политики пана Иванчука. И потом мы должны были рассматриваться ее в зале. Это можно было сделать на наступном уровне. Это вопрос уже ближе к жизнеспособности. Я завершу. Останнее мнение. Об этом немного позже. Что мне неприятно. Дай Боже, чтобы это были последние порушения, которые этот новый уряд позволит себе позволить. Потому что если и дальше таким образом будет протягиваться будь-якие реформи або закони, это путь в никуда. И я хочу еще одну хвилину сказать, почему у меня нет пока ожиданий. Потому что очень известный статист Медисон сказал, что есть такие страны, которые ростут на верх экономика, а которые спадают до низу. То, что спадает экономика до низу, и до которых относится Украина, называются странами колеи. Если они не изменяют колею, по которой идут, то они получают тот же результат. Шанель сказала, сделать что-то другое, чтобы получать другой результат. И то, что я сегодня слышала, и вчера, от Гройсмана, и некоторых министров, что они будут продолжать курс того уряда, это путь в никуда. Это колея. И поэтому мы, я думаю, и самопомощь, и радикальная партия, и свобода, мы будем той оппозиции, которая будет намагаться допомогти этому уряду выйти с той колеи ганебной, которая довела Украину до такого стану, и делать институт. Оппозиция, как я понимаю, если судить по вчерашнему голосованию, маленькая, негромкая, но все-таки была и в самой БПП. Не все ведь члены блока Петра Порошенко поддержали вчерашнее голосование. Один из них Владислав Голуб, он у нас в студии. И вам что помешало нажать кнопку «Да»? Недоверие в составе уже нынешнего Кабмена? Ну, смотрите, на самом деле вчерашний день, або результаты вчерашнего дня у меня вызывают такие, ну, смешанные ощущения. Потому что я, с одной стороны, действительно задоволен тем, что мы на конец закончили эту довготривалую историю, которую мы тут часто обговорювали, политикой обговорювали, общество обговорювали, которое называется «Колиціада». Есть коалиция, нет коалиции, есть легитимный уряд, нет легитимного уряда. Слава Богу, мы это вчера завершили. И действительно, я надеюсь, что вчерашнего дня выполнительная гилка влады начнет развиваться в совсем другом ключе, как перед тем она развивалась. Почему вы не поставили еще раз плечо поддержки? Я сейчас подойду до этого вопроса. И вот, например, от себя особо усилюю моё позитивное ощущение, когда я вижу Иванку и пану Ирину. Потому что я действительно понимаю, что... Но ни Иванка, ни пани Ирина не могут вам сказать спасибо за вчерашнее голосование. Это вопрос, которое уже вы решили час. За пану Ирину я проголосовал «за». Так что... Мы сейчас вернемся. Сейчас я вас рассорю всех. Нет, вы, поверьте, вы нас не посварите. Это невозможно. Я же к ответу, пожалуйста. Но паня Александра уже начала про это говорить. Вы знаете, я перед тем, как обирался в парламент, я працював юристом, я был практикующим юристом. И для меня дотримание стандартов, правовых стандартов, а больше того, дотримание положений Конституции, это догма, для которой мне тяжело через них переступить. Я понимаю, когда там иногда говорят, что у нас есть політичная доцельность. Можливо, в той ситуации, как развивается, в каких отношениях находится наша держава... Как конкретно вы не смогли вчера приступить? Мы просто открываем очень долго дискуссию. Потому что я сейчас могу сказать, что, например, постанова, которую паня Александра показала, я сейчас не помню номер, и там три пункта. Пункт 1, это извольнение премьер-министра, пана Яценюка. Пункт 2, это скасование постанови от 16 лютого 2016 года про отхиление звиту Кабинета Министров за 2015 год и признание деятельности уряда не задовольное. И пункт 3, это признание дейшего уже премьер-министра, пана Гройсмана. Если мы будем исследоваться с юридической точки зрения, у меня нет вопроса до первого пункта. У меня есть вопрос до второго пункта, с сути, с моральной точки зрения и политической. Я был один из співавторов постанови про признание работы переднего уряда не задовольного. И для меня немного удивительно, когда парламент 16 лютого каже, что уряд, работа его не задовольна, а далее уже вчера мы голосуем о скасовании этой постанове. И у меня, как у юриста и как у политика, вот сначала как у политика, выникает вопрос, так, а работа была задовольной или не задовольной? Давайте визначимось. И это вопрос дискуссийное. Давайте спросим представителей Городного фронта. А далее выникает юридическая коллизия. Бо закон про регламент Верховной Ради Украины предбачает, что после звита уряда принимается решение Верховной Ради о принятии звита или отхилении. А у нас сейчас правовая коллизия. У нас нет вообще никакого решения после звита уряда. Тобто уряд відзвитував, а результат звиту его просто не иснует. Ну и пункт третий уже паня Олександра сказала. Згідно статті 114 Конституции Украины, субъектом внесения, подания кандидатури до Верховной Ради премьер-міністра Украины є президент Украины. И он выполнил свой конституционный обязатель, как того вимагает ее Конституция. Но мы, как народные депутаты, я вважаю, что это наша ошибка. Что мы проигнорували его конституционный обязатель, и каким-то чином, извините за неконвенционное слово, сгвалтовали Конституцию. Понимаете? Бо такими речами мы закладываем, извините, мину повильной дии под засадами державотворения, и под засадами конституционного устроя. Владислав, у нас в этих мин уже, наверное, не одна сотня наберется деконституцией, и не такое изнасилование уже, наверное, я переживала. Не хочу оправдывать то, что вчера происходило. Я не хочу оправдывать то, что было вчера. Олексей, Олексей, я ж... 2005-й рік призначения першого уряда Юлии Тимошенко, когда одночасно призначали в зале Верховной Ради губернатори. И что же вы говорите? Да не скажите, я був свідком этого. И тут кто помнит, тоже помнит эту историю. Как раховали голоси? Как раховали голоси, когда выбирали ее? Александр, Александр, это есть, что у нас там сегодня не было. А вот сегодня, дай Бог, справиться со вчерашними событиями, давайте не будем в 2005 году. Владислав, вам пора заканчивать даже. Я залишу поза увагу, как эта постанова рассматривалась на Комитете из вопросов правовой политики правосудия, членом которого я есть. Потому что там также были порушения про процедуры рассматривания этой постановы. Но вот именно это мне не позволило отдать свой голос в позитивном смысле. Хотя, если бы голосование за Владимира Борисовича Гройсмана было выполнено в належный конституционный способ, поверьте, мой голос был бы за. Спасибо. А теперь Игорь Гусь пусть нам объяснит за Арсения Яценюка, почему вашему лидеру было так важно, чтобы переписали, грубо говоря, результаты его экзамена прошлогодние, когда, в общем-то, Верховная Рада поставила ему двойку за его премьерство. Ну, этого года, это 16 лютого было. Короткий тез. Первый, мы мали два сценария развития событий в парламенте. Первый, ни про что не договорятся политические силы в парламенте, и мы идем на перевыборы. Про это мы были против, и про это говорила европейская святова спільнота, что вона вважала и закликала все-таки нас домовитись. Тому мы пошли по другому сценарии, взявши ответственность. Это коллеги из БПП и Народного фронта. В неделю Яценюк подал отставку. Четыре дни нам было нужно, фактически три. Понедельник и второго середа для того, чтобы домовитись. Все сказали давайте швидше, но все-таки единый мінус невеликий, хотя, возможно, и великий, что коллеги из БПП не запропоновали кандидата на посаду Министра охороны здоровья. Это важливая ключова посада. Но я думаю, что ближчим часом, возможно, на наступном тижне, мы все-таки выберем министра охороны здоровья. Другий момент. Мы выбрали не только Володимира Гройсмана и Кабинет Министров, мы выбрали новое руководство Верховной Ради. До речи, Народный фронт голосовал как за Гройсмана, так и за пана Парабия. Вы нам хронологию всей недели хотите рассказать? Мы за этим следили внимательно. Я просто хочу сказать про то, что найбільшую количество голосов отримал Андрей Парабий на посаду головы Верховной Ради. Теперь, стосовно вашего вопроса, очень просто. Наша позиция была наступна. 16 лютого и р год перед этим очень много политических сил, олігархов, представителей разных структур. Сгадайте травлю на телебачене, сгадайте бигборди, которые были развешаны по всему Киеву и перед Киевом. Сгадайте проплаченые наметовые местечки, где никто не жив. Три бомжа, вибачте, в кінці, от зараз подивіться, сидело, дозвольте, я не перебиваю. Пане Каплин, я вас не перебиваю. И это, говорилось, все робилось для того, чтобы скинути уряд Яценюка. Зараз большинство в парламенте проголосовала за третину министров, которые работали в уряде Яценюка. И мы им доверили. Игорь, я пытаюсь через эти дебри пробиться к ответу на мой вопрос. Вы помните вопрос? Дуже простой ответ. Для чего вам это бумажка? Дуже простой ответ. Зачем вам эта бумажка с анализированием? Мы не знали, что это не объективное решение по отношению к уряду Яценюка. И мы переконали своих коллег поддерживать решение. Фактически, это решение про незадовольную гражданину я теперь не знаю. Это вы знали, что это было. Я вас, коллеги, я вас не перебиваю. Если вы хотите, чтобы я, пана Каплина, каждый день перебиваю, то, пане Каплин, вы меня не перебиваете. Знаете, как это называется? Коллеги, я вам покажу эту информацию, которую я хочу доказать. Я щиро благодарен. Еще полтора минуты. Я очень вижу, что коллеги дадут мне слово. Вы задали вопрос, я дам ответ. Поэтому у нас было два варианта событий. Сейчас я ожидаю, что в нашем парламенте, а мы понимаем, что 227 голосов сегодняшней коалиции, это очень не тревогая коалиция, 226 голосов. Я расскажу вам про решение. Про то, что коалиция, например, запропонировала Ирину Геращенко и Андрея Поробия, в парламенте это решение поддержали 284 депутаты. Поэтому мы можем голосовать за нужные решения. У меня есть заклик до радикальной партии Батьковщины и самопомощи. Если вы считаете, что вы конструктивная опозиция, мы просим вас, потому что, сейчас нас смотрятся миллионы людей, вы думаете, кто из них думает? Это очень важная процедура. Я согласен. Были ошибки в процедуре. Можливо, кто-то будет поставить в Конституционный суд. Я с этим согласен. Мы ошиблись в многих моментах. Вы ошиблись. Но если вы думаете, что люди сегодня думают про процедурные вопросы, вы глубоко помиляетесь. Люди хотят, чтобы этот уряд запрацювали. Взагалі, люди хотят, чтобы влада запрацювала. Мы сформировали владу. Мы взяли ответственность на себя. Я закликаю проукраинскую опозицию поддерживать наши действия тогда, когда они будут корисными украинскому народу. Но не быть деструктивной опозиции. Когда сажать палки в колеса, чтобы было лучше в коалиции, лучше в краине, а лучше тем политическим силам, которые сегодня есть в опозиции. Это очень важно. Раз уж вы заговорили про людей, одну минутку. Раз уж вы заговорили про людей, я попрошу вывести нам на стену результаты предварительной нашего мини-опроса о доверии. Кому доверяют больше сейчас украинцы? Яценюку или Гройсману? Мы можем это сделать? Ну, посмотрите. В принципе, это не репрезентативный опрос, но зрители программы на данный момент, они больше полагают надежды на Гройсман. Репрезентативные данные подтверждают. Ситуация с соцопросами похожая. Сегодня были оглашены данные соцопроса рейтинг, соцслужба рейтинг. Согласно этим данным, полностью позитивно Гройсману доверяют 2%, скорее позитивно 13%. Яценюку 1% полностью доверяют, ну полностью позитивно. И 6% лишь частично. Поэтому немножко другая пропорция, но на данный момент, конечно, Гройсману доверяют несколько больше. Спасибо. Сергей, я вижу, что вы очень хотите парировать Игорю. Я хочу ответить на вопрос своего коллеги и товарища. Но я хочу сразу же вам сказать, что вы вчера были одним из тех, кто переписал оценку деятельности Яценюка. Я ошибаюсь? Я сейчас скажу вам, что я. Вы проголосовали в том числе и за то, чтобы признать его работу удовлетворительной. Я помог ему в одной операции. Послушайте, что это было? Я объясню. Есть такие девчата или женщины, которые делают операцию, восстановят себе цноту, девственность. И это сделал Яценюк в политическом понимании. Он шантажировал, обеспечивал весь парламент, поставил условие, або мы всей этой братвой идем на выборы, и никто в парламент не заходит, потому что там будут новые партии. Саакашвили, партия простых людей, а его по блоку багато наберет. Або вы голосуете оцю бумажку, которую готовы каждый украинец, вы знаете, что сделать, про то, что мы узнаем его работу хорошую. Я не мог себе позволить, как человек, которая два года боролась против того, кто уничтожил страну, проголосовать за то, чтобы продолжить ему дальше быть на своей посаде. Поэтому я проголосовал. Но я проголосовал против этой биржи-прации, а не Кабмину, где аж шесть министров, шесть вецепремьерів на фоне того, как отправляют вчителей, лекарей в безработице. Но я проголосовал против программы, которая является программой для олигархов и написана олигархами. Нам сегодня нужна абсолютно другая программа и абсолютно новый курс. Я ценю был на посаде 777 дней. Он взорвал джекпот. Вкрав миллиарды долларов. 777 дней. Я специально пораховал. Вкрав миллиарды долларов. Я считаю, что криза будет подолана только в том случае. Когда мы закончим эти 2 тысячи справ, которые сегодня находятся в Генеральной прокуратуре, по оточению Яценюка, когда мы с вами добьемся ответы у Генерального прокурора и суду, чем я ценюк и его оточения в разградании государственного майна, в руйнации государства. И я вам хочу оголосить, что наша политическая сила, партия простых людей, вот те палаты, про которые вы говорили, и ту команду, которая борется за занятие Яценюка, переносит под Генеральную прокуратуру. И я там требую, чтобы Яценюк был покарный. Порядок в Краине начнется только тогда, когда кролик будет сидеть в клетке, а не гулять и рассказывать нам, как жить. Спасибо, Даня Николаевич. Сейчас дам слово. Мы немного меняем ракурс темы. В выступлениях Иваны, Ирины, делаем небольшой поворот. Ирина, вы все время на меня так удивленно смотрите, я начинаю волноваться. Я просто под дивом дивлюсь на своих коллег, не на вас. Вы, Ирина, и вы, Ива, Ивана, Владислав, Игорь, говорили о том, что у нас есть коалиция, которая вчера, в общем-то, выдвинула новый состав Кабинета Министров и премьера. Я хочу спросить у зрителей второй меня, вопрос. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли на сегодняшний день Верховная Радия коалиция? Вариантов ответа очень немного. Да или нет? Все очень четко. Кто вчера, в общем-то, выдвинул и проголосовал за премьера? Коалиция или ситуативное большинство? Кто готов ответить? Пожалуйста, Михаил. Добрый вечер. Студия. Ну, конечно, что нас вчера, кроме того, что сглотировали Конституцию, оборвало тот факт, что мы вчера раз увидели, насколько Конституция это Народный фронт, 81 депутат, и есть 136 депутатов в блоке Петра Порошенко. Разом это 207 голосов. За голосование Гройсмана проголосовало 206. Тобто, инших 226 голосов ніяких немає. Никто не представил нам новую коаліцію. Мы не побачили її назви, мы не побачили її програми. Тобто, взагалі, нічого немає. Хотя мы знаем, что, згідно Конституции... Ні, так, коаліція, не нова. Ну, так, послушайте. Ну, давайте цей. Не перебивайте. Встанете все сказать, не переживайте. Мы, взагалі, нічого не побачили. Мы понимаем, что, взагалі, нам не предоставили ті списки, не представили, кто входить в коаліцію. А мы знаем прекрасно, товариство, что коаліція подает кандидатуру президенту згідно Конституции премьера-міністра, которую он вносит в парламент. Того мы вчора теж не побачили. Тобто, мы, де-факто, коаліції немає. Порушена 90-та статья Конституции Украины. Президент мав бы право уже распускати цей парламент. В нас говоримо про то, что сегодня парламент обрав премьера, в котором немає Конституции, обрали уряд. Все все сделано з единой метою. За будь-яку ціну єдине лише, чтобы не пойти на выборы. Давайте спросим у Урины і Івановна одновременно. Вас вчера кто, за вас вчера кто проголосовал? Отреставрированная старая, ожившая как Феникс, или новосозданная коалиция? Давайте я скажу. Вчера дві, 39, будь ласка. 39 депутатів. Від парті Реоні проголосувало за нову циву. Я би, по-перше, закликала своих шановних колег не гвалтувати такою лексикою, нецензурною майже глядачів. Тому що, коли в такій тональності говорять про азіатів, про Конституцию, це гвалтування вух наших глядачів. Давайте бути коректними. Це перше. А по-друге, шановні колеги, ну давайте будемо вчитись політичной культурой і в ефірах, і в Верховній Раді України. Ірина, ви, як телевізіонщик в прошлом, сами же говорили о успішной кар'єре на Інтері, знаєте цену времени. Не спорьте, отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Але політична культура це важливіше зараз, ніж цена времени для нашої країни. Коаліція є чи нет? І, власне, коаліція є, тому що є 227 депутатів двох найбільших фракцій, які складають ці фракції. І коаліція має складатися в фракції. Зразу же уточнення. Ді спісок? Ці фракції, ці фракції, жодна, жодна... Шановні колеги, шановні колеги, у вас буде слово. Я хочу сказати, що жодна людина з двох політичних фракцій не заявила про те, що вона не входить до коаліції. В ці дві фракції входять 227 людей. Це перше. Друге, саме голосування. У нас демократичні фракції, ми не партії регіонів. Вибачте, будь ласка. І тому, якщо Владислав Голуб пояснює, що за щось він голосував, за щось він не голосував, це його право. І це право нашої політичної сили визнавати його це право. Далі, що дуже важливо. В двох фракціях 227 людей, але коаліція більше. Тому що до нас доднались державницькі депутати позафракційні. І я вважаю, що наші шановні колеги, які разом з нами будують сьогодні Україну, не можуть сказати, що пані Пташник, пані Гопко, що сьогодні Геращенко так само позафракційна і Парубій, то не є, а ми входимо в коаліцію, хоч ми є позафракційні. Ірина, ви на ефір з собою не захватили, случайно, список коаліцій? Тому насправді до коаліції входять 227 народних компотатів, які складають сьогодні фракцію. 227 з двох партій, а так більше 230, тому що ще тут доєднується і позафракційні. Зокрема, пані Пташник. Журналіст Мілан Лєліч в 2-й день намагається знайти цей список. Мілан, удалось вам? Лана, дайте мікрофон, пожалуйста. Дякую, доброго дня всім. Так, що до коаліції... Та ось список, він висить на Верховній Раді України дивитись сайт Верховній Ради України. Мілан, на сайті ви искали чи ні? Звичайно, я вам зараз відкриваю. Дві фракці, 227. В першу чергу, так, отже, вчора, вчора, якраз після цих бурхливих подій, теж моє джерело в Блоці Петра Порошенка надало мені якраз, власне, список тих депутатів, які не є членом ані Блоку Порошенка, ані Народного фронту, але вважаються, чи числяться, тут, враще, російською мовою, членами коаліції. Це є 15 людей. Там ще був пан Негой, але він уже на той момент, він вже війшов в Блок Порошенка і проходив по тому списку. Відтак, після того, як декілька народних депутатів пішли працювати в уряд, сумарна чисельність Народного фронту плюс БПП за тим же сайтом Верховної Ради, склала 221 особу, плюс 15, ми там маємо 236 людей, які начебто є. Я це все опублікував в Фейсбуці, до мене почали приходити, і там дуже дивні прізвища, насправді. Там Оксана Сироїд є, наприклад, в цьому списку. Там є представники партії Укроп, які до мене прийшли в коментарі, почали казати, що ми ніколи не в коаліції. Але, окей, можна припустити, що це теж якесь джерело, мені щось десь схибало, наприклад. Але тоді питання, де ті 234 людини, де вони беруться, про які вчора казав спікер Андрій Поробій. Незрозуміло. І сам факт того, що вже, та навіть, ну, скільки, два дні. Питання про чисельність коаліції поставило десь з моменту голосування за резолюцію на довіри уряду. Тобто, коли вже почалася активна фаза кризи, це середина лютого. Два місяці, я перепрошую, але клеїть дурня, керівництво Верховної Ради і апарат, секретаріат Верховної Ради і не можуть просто оприлюднити базову річ. Є список людей, які взяли на себе відповідальність керувати країною, які призначають чи не призначають уряд. Цього немає. Якісь відмазки про те, що неутворений секретаріат коаліції чи перекидають один одному ці запити і так далі. Ну, треба якось це вирішувати. Я дуже сподіваюся, що нове керівництво Ради в цьому плані буде криті. Вашим секторі, передайте його Тарасу, пожалуйста. Тарас, ми вас слухаємо. Що стосується коаліції, ну, давайте будемо честими. Формальна коаліція не існує, яка закріплена паперами, як це було, коли обирався цей парламент. Формальна немає, а фактично вона є. Вона буде формуватися під різні питання, тому що в адміністрації президента є резерв голосів, т.е. 30-40 голосів, це точно можна сказати. Формуватися вони будуть так. Якщо якісь питання, які цікаві групам, які там воля народу, відродження, вони будуть приєднуватись, якщо будуть інші фракції, будуть просто братися, якщо говорити народною мовою, на понт, там, да, говоритися. Це проєвропейські закони, проєвропейські закони і так далі. Коаліції вже не існували, ще більше, ніж півроку. Для цього потрібно просто підняти голосування, але головне можна підняти голосування за те, що за головний документ країни. Це за державний бюджет. От там все видно, яка коаліція, коли Батьківщина не голосувала за державний бюджет і самопоміщ. Тобто тому повинні для себе визначитись. Стільки разів вже порушувалося в Конституції будь-які юридичні норми, що, знаєте, повторювати, як тут порушувалося, треба розуміти, чи є у нас фактична можливість просувати ті чи інші реформи, хоча з швидкостю 10 км на годину. Можна зараз сказати, що де-факто, якщо захочеть особливо адміністрація президента, коаліція запрацює. Якщо не захочеть, не запрацює. От маю відповідь на це запитання. Ну, всі ми знаємо, що іноді временне буває більш живучим, ніж постійне. Так, воно вже півроку так працює. І, в принципі, ситуативна коаліція, можливо, і зможуть щось хороше зробити для країни. Так, Ніколай, ви вже давно рухачаєте. Більші дякую. Я, першого, хотів поздравити представників нового руховосту Верховного Совету і нового руховосту Кабінету Министрів з назначенням. Я думаю, що... І пожелати їм успіху. Я думаю, що їх успіх, який би почувствували граждані України на повисовшихся зарплатах, на пониженних тарифах, на растущій економіки, я думаю, що це успіх всі України, я думаю, що цього успіху жалують всі. Ви к ним не хочете перейти случайно? Господин Фисенко, ви себе вийде прилично, пожалуйста. Прошу прощення. Ну так ви говорите. Второе, що для мене, як для представителя оппозиції, в речі президента, я считаю, що це тоже позитив вчерашнього дня, було дуже приємно, що в перший раз президент країни обратився к нашій части зала і сказав о тому, що будучи в оппозиції к власть, це не значить бути в оппозиції к своїй країні, к своєму народу. І я надеюсь, що, може бути вчерашній день буде, скажімо, тем началом, об'єднительним началом, коли ми дійсно прекратимо чубиться внутри своєго государства і займемося дійсно реальним господарським строительством. Але я дуже часто хожу на ефири, і мені все время кажуть о тому, що ви представитель старої власти. Для мене це перший созыв. І честно вам скажу, я дуже давно наблюдаю за те, що відбувається в Верховному Советі. Я думаю, що вчера така самая популярна шутка була в зале, що Янукович сидить в Ростові і дивляться, що так можна було теж. Тому що, ну, як би представити, що так можна знасилувати Конституцію, і так знасилувати процедуру, і при цьому говорити, що це простая бумажка, що вона нічого не решає. І навіть не в цьому справі. Те, що, опять же, коалиції немає. Це зовсім однозначно. Коалиція – це микс із тушек. Я прошу прощення, не в обиду, присутсуючий здесь госпожа Пташник, але вона не вийшла в БПП, вона не вийшла на Родний фронт. Викторія проголосувала за існування. Тоді я перепрошую. Тоді я перепрошую. Але було достатньо більше, я прошу прощення, було достатньо більше кількість депутатів від самопомоги, які збиралися від самопомоги. Вторе, якщо в коалиції насчитывається 227 голосів, то все прекрасно понимають, що це не коалиція, а гра на піаніно. І це все прекрасно понимають, це 2-я составляюча. І 3-я составляюча – це покупка голосів у фракцій, які називаються оппозицією. Виходить вчора представитель Ведроджини і говорить, ми проголосували, але ми оппозиція, ми требуємо комітетів і так далі. І я розумію, що торги за це йдуть. Третій момент. Ви коли голосували, ви говорите, покупка голосів. За відставку Шокіна не голосували, і за назначення Шокіна проголосували. Вот така ви оппозиція. К слову. Господин Фестин, ви, пожалуйста. Так, к слову. Поэтому вас лучше назвать всем допомогу. Ваши слова, как покупного политолога. Держите, пожалуйста, себе прийти. Просто смотрите, Николай. Не надо бросаться оскорблением. Если вы мне бросаетесь оскорблением. Вот вы не называть, я не оскорбляю. Я говорю факты. Я говорю факты. Вы голосовали за назначення Шокіна, и голосовали против отставки Шокіна. Вот такая вы оппозиція. Я не голосовал против его снятия. И не голосовали за отставку Яценюка тогда. Вот там такая оппозиція. Значит, одну секундочку. То, что мы не проголосовали, то, что мы не проголосовали за отставку Яценюка. 16 числа. Я считаю, что как раз это было абсолютно правильно. Николай, вы уже извините. Вы мне однократно уже это объясняли в этих эфирах. Сейчас БПП, вот опять же. Мы снова уходим в историю. Николай, извините. Я еще дам вам. Отвечаю на ваш вопрос. Отвечаю на ваш вопрос. Учитывая, что мне сложно говорить, потому что я один действительно здесь оппозиционер. Сейчас развернулось такое соревнование за то, чтобы быть оппозицией. Это лишнее подтверждение того, что выборы у нас не за гарантией. Николай, не за гарантией. И мне сложно перекричать. Тем более, что у меня что-то, видимо, не сложно перекричать везда. У нас если во всей Украине на два украинца три гетьмана, то в Верховной Раде сейчас на одну раду пять оппозиции. Это лишнее доказательство того, отвечая на ваш вопрос. Господин Капур, можно я закончить? Лишнее доказательство того, что кризис, к сожалению, не преодолен. Второе, что то, что господина Яценюка сказали, что все сделалось хорошо. Непонятно вообще, за что его тогда сняли с работы. И непонятно, за что у нас новый Кабмин. Третье, что коалиции у нас было два выхода из создавшейся ситуации цивилизованной. Это идти на парламентские выборы и сделать новую коалицию. Мы не сделали ни того, ни другого. Новой коалиции нет. На парламентские выборы мы не пошли. Еще раз говорю, то, что произошло вчера, это издевательство над Конституцией, ее изнасилование. А самое главное, что граждане Украины, граждане Украины, должны почувствовать реальную отдачу. Вот мне очень хочется, я действительно искренне желаю это членам Кабинета Министров, чтобы граждане Украины это почувствовали. Но когда я задавал вопрос премьеру, и когда был по регламенту вопросы, я задал премьеру конкретные вопросы по программе Кабинета Министров, меня проигнорировали, точно так же, как и все, кто задавал вопросы в зале. При этом, как они ту программу, которую они должны реализовать? Спасибо, Николай. Откуда она взялась? Николай, спасибо. Не могу не дать слово Виктории Пташник. Вы вчера отдали голос свой за, насколько я помню. Ну, признавайтесь, по идеальным соображениям или все-таки заработали немного? Я, по-перше, голосовала лише за призначение Гройсмана, отставку Яценюка, то, что ишло в пакете, но не голосовала за новый склад Кабинета Министров. Вы внефракционный депутат, я сразу хочу уточнить, вы уже входите в группу поддержки негласною новой коалиции или нет? Или это было просто одно голосование? Я считаю себя депутатом, который не выходил как раз из коалиции. И на сегодняшний день, насколько я зрозумела, новая коалиция как раз не формировалась, потому что не расформировалась старая коалиция. И в старой коалиции были так же позафракционные народные депутаты, которые были выключены из своих... Вы же такой честный политолог. Мы говорили про толерантность, мы так чудово начали... Виктория, вы будете выполнять своим мандатом ряды или БПП, или Народного фронта? Мне бы очень не хотелось бы стать опозиционным народным депутатом. В тот час, когда нужно не критиковать и не нарушать свои политические рейтинги на критике, а как раз уметь брать на себя ответственность и фокусовать себя на своей деятельности. И я хочу зауважить, что мы помнимо часы, когда юридично у нас была коалиция в 302 голоса. Но, фактически, вы знаете, 302 голоса никогда в этой коалиции не было. Потому что у нас в коалиции были достаточно ризные утворения, там, деякие специфичные коалиционные фракции, или опозиции в коалиции. Сейчас я все ждал, если в опозиции сформуется коалиция в опозиции, или будет опозиция в опозиции. Почему я голосовала за отставку Яценюка и призначение Гройсмана? Потому что мне кажется, что уже настолько эта политическая криза затягнулася, и настолько люди втомились каждые 15 минут читать новую информацию Ну и давай, спасибо, Виктория. Но я хочу про звезд сказать. Давайте, в этом пакете так ишла одним пунктом постанова про скасывание незадовольных результатов деятельности премьер-министра Яценюка. Я считаю, вы знаете, что мы сделали такой карт-бланш Яценюку. Потому что, очевидно, он себя показал очень слабкой личностью. Слабкой, потому что шантажем вставил в пакет эту умову скасывать постанову аплодисменты однией фракции Народного фронта. И давайте будем отвертить. Если бы эта постанова шла отдельно, то за ней бы проголосовал про скасывание цих результатов Народного фронта. Александра, немного позже. Немного позже. Немного позже. Подытоживая небольшой отрезок нашей программы, мы возвращаемся к голосованию, к вопросу, который мы задали нашим посетителям сайта подробностью и зрителям, которые нас сейчас смотрят. Удалось ли вам убедить зрителей в том, что коалиция существует? Да или нет? 88% на эту минуту не уверены в том, что на сегодняшний день в Верховной Раде есть коалиция. Простите. Три секунды. Александра и... Одна секунда. Я прочту просто высказывание одного человека в продолжении того, что нельзя критиковать власть. Враг народа не только тот, кто вредит, но и тот, кто сомневается в правильности линии партии. Лаврентий Берия. Спасибо. Новые цитаты, новые вопросы зрителям и гостям в следующем части программы. Спасибо. Спасибо. И снова добрый вечер и телезрителям, и всем присутствующим в зале. Мы начинаем второй час программы «Черное зеркало». Если в первой части мы очень подробно остановились на том, что происходило в Верховной Раде, есть ли коалиция, насколько она прозрачна, насколько прозрачными процессами назначался новый Кабмин, то во второй части я предлагаю начать с того, чтобы оценить качество Кабмина, количественное и качественное. Как только вчера стало известно, кто теперь будет заседать в Кабинете министров, мы попросили наших телезрителей на сайте подробностей ответить на один вопрос, который нам показался удивительным и знаковым для нового состава Кабинета министров. Звучит он так. Почему в новом Кабмине нет министров-иностранцев? Варианты ответов сбежали, не хватило мест. Это при том, что Кабмин раздут нынешний по штату по сравнению с предыдущим. Достали или Запад просто никого не дал. Как видим, не хватило мест лидируют. Этот ответ, ну и на втором, тоже не очень приятный, как для Украины и для нашей власти вариант, сбежали. Вот что считают наши телезрители. А что думают присутствующие в зале? Да, Николай. Вот вы знаете, опять же, надо быть объективным в оппозиции. В нынешнем Кабмине достаточно много достойных человек. Вот для примера, госпожа Гриневич, действительно, председатель комитета по свете. Я видел, действительно, как она борола за многие вопросы. Но вопрос, что они будут делать, придя в Кабмин. Вот для меня, действительно, очень важный вопрос, как госпожа Гриневич поступит в отношении ситуации с профтехобразованием. Потому что, находясь на должности председателя комитета, она защищала эти вопросы. Сейчас, когда президентом заветирован соответствующий закон, который мы приняли, сейчас, когда там ситуация совершенно выходит из-под контроля, это по всей стране, как она себя будет вести? Точно так же, я думаю, ко всем членам Кабмина есть такие вопросы. Вот у меня есть, очень жалко, что ушла Ивана и ушла Ирина. Вот у меня очень простой вопрос к тем членам коалиции, кто голосовал за программу этого Кабмина. Потому что, сегодня было сказано, что людей действительно может меньше волнуют личности. Вот простые вопросы. Я на них ответы не получил, при том, что я их пытался задать в зале, Владимир Борисович меня проигнорировал. Есть ли в этой программе повышение тарифов? Какие конкретные шаги? Какие конкретные шаги будут на стимулирование наших ведущих отраслей экономики, таких как промышленность, сельское хозяйство? Будет ли отменены вот эти идиотские законодательства, которые душат фермерства в сельском хозяйстве? Будет ли отменено налогообложение пенсии? Таких вопросов очень много. Я считаю, что зал их не получил. С точки зрения формальности, вот так, как принималась, это очень важно, как она принималась, эта программа. Потому что Кабмин должен был заседать, он должен был за нее проголосовать и должен был, скажем, ее соответствующим образом презентовать. И вот, опять же, еще один маленький вопрос. Вот очень здесь много говорилось о том, о процедуре. Вот у меня вопрос, дорогие коллеги, если бы в прошлых созывах, там, в 10-м году, была бы такая процедура, что бы вы говорили? Вы бы говорили ответственность перед страной, вы бы говорили там, что нужна стабильность политическая, это модное словосочетание при предыдущей власти. Вот что бы вы говорили? Два вопроса, ответьте, пожалуйста, представители коалиции. Николай, я уже в одной из предыдущих программ... А что же вы так сейчас говорите? Как же хорошо? Александр, извините. Я не вас имею в виду. Николай, я уже в одной из предыдущих программ вам говорил, что у вас есть уникальное качество. Во-первых, объять необъятное в одном вопросе, а во-вторых, теперь я открыл новое качество у вас. Все-таки к своему вопросу и дать слово Саше Боровику. Так все же, Саша, министры Варяги, которые еще чуть более года назад, на которых возлагали столь большие надежды, говорили, что это чуть ли не палочка-вручалочка для Украины, ее единственный шанс. Почему сейчас им не нашлось место в новом кабинете? Я думаю, что когда приглашали министра в Варяг, то прежде всего хотели найти независимых людей. Люди, которые не связаны со старыми элитами, люди, которые не связаны со старыми схемами. И они пришли, я себя считаю где-то одним из вот той какой-то, это была не команда, они все как-то спорадически приходили разрозненно. И у нас у всех была, в общем-то, та независимость, которую искали, но она была не востребована. То есть хотели, чтобы Варяги, по сути, были фасадом. Так Айварас говорит, Айварас правильно сказал, что он не хочет быть фасадом реформ и в Давосе просить деньги, когда за его спиной проходят те же самые истории, которые всегда проходили. ваше мнение, министры иностранцы отказались в этот раз входить в состав кабинета министров? Почему? Их проигнорировали и не дали им этой возможности? Я думаю, что и Айварас, и госпожа Яреська, они, в общем-то, были бы готовы, если бы им дали сформировать тот кабинет, который они хотели бы сформировать. Но на этот кабинет, на независимый кабинет, на реформаторский кабинет, хотя я не считаю Яреська и Айварас какими-то супер-реформаторами, но они более реформаторы, чем у тех людей, которые сейчас пришли. Но на этот кабинет сейчас нет запроса в парламенте, у них нет поддержки в парламенте. Они бы не смогли провести решение, их бы не провели как кабмин. И поэтому, не имея запроса, не имея политической поддержки, они ушли. Я думаю, что эти люди сейчас, а я посмотрел сегодня у Айвараса поддержка 21% в обществе, согласно тому же опросу. Это очень высокий процент. То есть Айварасу нужно, если он хочет делать изменения, он должен понять, что как варяг, он этого сам сделать не сможет. Ему нужно входить в политику. И здесь он, по сути, по всей видимости, разорвал свои связи с БПП, разорвал свои связи с Народным фронтом. Ему нужно будет смотреть, куда он пойдет дальше. Точно так же Яреська, когда она уже выходила, когда стало ясно, что она не кандидат в премьеры, она написала ту программу, которую ей нужно было сделать в первый день или в первый месяц, когда она только пришла в кабмин, она этого не сделала. И теперь они, эти вот люди, по всей видимости, пойдут в политику, или люди такие, как они пойдут в политику. И, в общем-то, мы сейчас показали, что вопрос не столько в самих варягах, сколько должны быть независимые новые политики. Вы предполагаете сейчас, когда говорите о политике, их походе в политику, или что-то знаете? Нет, я не знаю. Не знаете, да? Не может баллотироваться, вот есть проблема. Айворос. Нет, нет, что я думаю произойдет, я вам скажу, как мы на это смотрим, потому что мы в той же позиции. Я думаю, что появится новая политическая сила. Ну, кстати, на такое себе... Ну, понятна мысль, Саша, спасибо. На это, ну, не то чтобы изгнание, но исключение, скажем, да, варяг из нового Кабмина, очень активно отреагировала благосфера, писали непростые пользователи. Я помню пост Мустафы Наема, Владислава вашего соратника по БПП, о том, что системе удалось, ну, не ручусь за точность цитаты, съесть, грубо говоря, всех реформаторов, на которых возлагали так много надежд. Вы съели реформаторов, когда Игорь и вы, представители новой коалиции, как вы заявляете, вы осознанно не исключили из нового состава Кабмина иностранцев или нет? Ну, смотрите, вот давайте подумаем, кто был руководителем уряда при этих иноземских реформаторах? Не Яценюк? Вы понимаете, вот у нас такая ситуация есть, да? Все было плохо, все было. Но именно Яценюк не боялся их запросить. Я считаю, ни от Яреско, ни от Абрамаевича. Игорь, я, конечно, могу страдать провалами в памяти, но, насколько я помню, это была личная инициатива только президента Украины. Не знаю, чья была инициатива, но Арсеній Яценюк очолював уряд, где они работали. До речи, они пошли и жодного плохого слова про Яценюка не сказали. Сейчас формировал уряд, фактически, блок Петра Порошенко, президент Порошенко и Володимир Гройсман. До речи, я хочу сказать, как член коалиции, который голосовал за этот уряд, всем должно быть понимаемо в нашей стране, что полная ответственность за экономическую ситуацию в стране несе, в первую очередь, даже не Гройсман, а Петро Олексеевич Порошенко. И это должны все понимать, потому что, что я еще раз сказал, что он модератор, но мы это видели, что он на самом деле не модератор. Он несколько раз переконывал Гройсмана и мы были на грани, потому что вы можете критиковать Народный фронт, но я считаю, наша команда поступила ответственность. Яценюк написал заяву в неделю, мы высунули своих кандидатов, до речи, от наших коллег, мы не слышали публично никаких больших заувствий. я бы хотел отметить, я бы хотел, кстати, отметить, плюс вам, что на этой неделе, согласитесь, никто со мной не поспорит, Народный фронт выглядел более монолитно, я бы сказал, даже не более, просто монолитным членом этой коалиции. Я скажу вам такое речи, ми фактически, 95% И еще раз скажу, був віддан, Я вважаю, повну відповідальность. Я вважаю, министром Гройсманом, не смогла поступить слышал все заседания Я вважаю, смотреть, как дальше будут развиваться события. Глава Европейского департамента сегодня говорил, что прежнее правительство давало определенное количество обязательств. Давайте дождемся, подпишется ли под этими же обязательствами новое правительство. Если это произойдет, реформы будут дальше проводиться, то в скором времени будет пересмотрена программа в отношении Украины и, соответственно, будет очередной транш. Все это может звучать оптимистично для кого-то, но на самом деле это в некотором смысле такие общие слова, суть которых заключается в том, что сотрудничество не прекращается, сотрудничество продолжается, однако никакой конкретики, никаких данных о возможных сроках выделения нового транша нету, поскольку после встреч здесь и главы Нацбанка, и госпожа Ересько с представителями МВФ, и с представителями американского Минфина будет еще миссия МВФ в Украину. Когда все это произойдет, сказать сложно, поэтому люди, которые рассчитывали, что вот сейчас правительство сменится и после этого в МВФ все скажут, ну наконец-то, и буквально завтра выдадут очередной транш, этого не будет, этого не произойдет, предстоят еще долгие реформы, предстоит оценка их представителями МВФ, и лишь после этого можно будет говорить о конкретной дате, когда транш будет Украине выделен. То есть от нас по премьер-жнему ждут не новых имен, а реформы и действий, понятно. А Тихон, второй у меня вопрос, вот ты сказал о том, что там ждут, хотят познакомиться с новой властью, а не удивило ли никого отсутственного назначенного министра финансов на этих встречах и как отреагировали, в каком статусе вообще была госпожа Ярейска на этом саммите? Ну что касается нового кабинета министров, в частности, нового министра, нужно понимать, что вообще очень, я бы сказал, конкретного разговора про Украину, за исключением двусторонних встреч, здесь не то, чтобы и ведется. И представители МВФ, и госпожа Лагарда, и господин Томпсон, который возглавляет европейский департамент МВФ, они об Украине отвечают очень осторожно, я бы сказал, довольно неохотно, и поэтому конкретные фамилии не обсуждали. Что касается госпожи Ярейска, то она здесь действительно находится в таком довольно неожиданном качестве, поскольку вчера, выступая в Atlantic Council, это одна из самых авторитетных здесь организаций политологических в Вашингтоне, она говорила, что даже не знала, в каком качестве будет выступать, как будущий бывший министр финансов или уже действующий бывший министр финансов. Так вот, она выступала, как бывший министр финансов, но отметила, что здесь она работает и ведет переговоры. И на самом деле это не столь удивительно, поскольку госпожа Ярейска здесь и в МВФ и в Вашингтоне знают, и знают, как с ней можно вести консультации, знают, на каком языке во всех смыслах с ней разговаривать и чего от нее ждать. Поэтому такой парадоксальный статус госпожи Ярейска, он, с одной стороны, удивителен, поскольку она уже не министр, с другой стороны, как здесь объясняли в Куларах, ее отставка пока лишь политическая, а технической отставки пока не произошло. Поэтому на все вопросы она пока может дать необходимые ответы и ведет здесь переговоры. Тихон, спасибо тебе за исчерпывающие ответы. Я должен прервать нашу связь. Тихон, спасибо за исчерпывающие ответы. Зрителям и гостям, напомню, это был с вами на связи наш специальный корреспондент в Вашингтоне Тихон Зетко. Сразу же хочу узнать мнение зрителей по этому вопросу. Давайте проведем небольшой еще один мини-опрос. Очень коротко. Даст МВФ деньги новому правительству или не даст? Ваши варианты ответов. Да или нет? Пожалуйста, оставляйте на нашем сайте подробности. Уже через несколько минут посмотрим, что вы думаете. Для нас это очень важно. Андрею Ермолаеву я обещал дать слово. Мне очень не хочется сейчас связываться в дискуссию ни с уважаемыми депутатами, ни с коллегами, потому что мы только ломаем эфир. Я воспользуюсь этими несколькими минутами для изложения по своей точке зрения, что я вижу. Мы говорим часто об объективности. Вот в объективной реальности, если убрать все споры о постановках, легитимности Конституции, мы имеем первое. Мы имеем новый кабинет министров как факт в новом составе. И мы имеем новую конфигурацию власти. Я имею в виду не государственные институты в целом властвования, а конфигурацию, в которую входит новое правительство, новый состав коалиции, в которой теперь две политические партии, фракции, ну и попутчики, союзники, и президент его команды. Все остальное теперь мерцает, потому что оппозиция стала сложной. Очень сложно дать ей какое-то определение, конструктивное, неконструктивное, потому что для конструктивной оппозиции предполагается конструктивность власти. Какой будет механизм, я не понимаю. Мы не имеем программы. Во всяком случае, документ, который роздан и презентован, во-первых, документ отличается от презентации, потому что пример говорит немножко другой, чем то, что в документе. А во-вторых, документ действительно напоминает скорее конспект коалиционного соглашения. Теперь самое сложное. О политической ответственности. Если я правильно понимаю, у нас есть оппозиция, которая в свое время выступила оппозиция к коалиции, их соглашению, это оппозиционный блок. Есть три политические силы, которые в оппозиции к власти, но ничего не сказали, не заявили в отношении того соглашения, которое они подписывали. Они разделяют эту программу до сих пор? Или они теперь выступают за смену курса в смысле новой стратегии? Если они разделяют старый курс, почему они не конкурировали за альтернативную коалицию? Почему не было этой интриги двух коалиций? Если же они выступают как оппозиция, то хорошо бы сформулировать политическую позицию. Я говорю о партиях. А теперь повестка. Для того, чтобы оценить, что сможет сделать новое правительство и новый состав власти, давайте просто пройдемся по перечню проблем. И начнем я с самого главного. Вопрос коррупции. Пока происходила коалициада, произошли и происходят изменения, которые говорят только об одном. Усиливается власть лично президента. Изменения в СБУ, изменения в Генпрокуратуре, уже изменения в Силовом блоке и в Министерстве обороны. Перестановка фигур и снятие с повестки целого ряда вопросов очень резонансных. Такие, как офшорный скандал, такой, как бриллиантовые прокуроры. Ну и еще ряд вещей. Я надеюсь, что бриллиантовые мы восстановим. Так как это важно с точки зрения позиции нового правительства. Первое. Справится ли правительство в конкуренции с президентом за эффективную антикоррупционную политику? Первое. Посадим. Экономический сектор. Уже шла речь о наших возможностях по сотрудничеству с МВФ, но нужно понимать, что от сотрудничества или не сотрудничества зависит вообще наша работа с любыми кредиторами, потому что это зеленый свет или красный свет. Это не означает, что нужно полностью выполнять то, что мы раньше, ну, грубо говоря, гарантировали. Но вопрос к кабинету министров и президентов. Мы будем ставить вопрос о пересмотре соглашения, об изменении правил, что вытекало бы, наверное, из коалиционного соглашения, которое осталось старым. Или это вообще неизменный вопрос? Почему это важно? Потому что в акцентах премьер-министра по сути предложены новые подходы. Ну, например, пересмотрение, реконсолидация бюджетных средств для новых государственных программ. Это предполагает консультация с МВФ? Или это наша воля? Второй важный момент. Новая региональная политика. Будут новые бюджетные механизмы для этой политики? Или речь идет просто об обещании? И вот таких вопросов на самом деле еще больше, чем ответов с точки зрения возможности этого правительства проводить экономическую политику. Ну и последний блок вопросов, связанный, собственно, с командной игрой и перечнем. Я совершенно согласен с Николаем Скориком, что в этом составе много интересных фигур. Многие из них мы знаем лично, тем более это действительно и по возрасту даже интересный состав. Но парадокс. Эти людей назначали в ситуации, когда они толком не знали ни программы, и, кстати говоря, как я понимаю, некоторые даже не знали, кто будет в итоге премьер-министром. Это просто говорит о том, что им еще предстоит перезнакомиться. Более того, самое сложное, те, кто работал с кабинетом министров или в кабинете министров знают, что на самом деле у каждого министра свои подходы, иногда свои инновации в инструментах реализации политики. А ведь это все бюджетируется, согласовываются в операционные планы. Так вот, коллеги, вот это все им еще предстоит делать. Мысль понятна. Я к чему подвожу? Подводите. К вопросу об эффективности власти. На мой взгляд, вот все это упирается в эффективность, не эффективность не правительства, а коалиции. И, судя по всему, этой коалиции жить этак месяца полтора-два. Бигфордов Шнур, судя по всему, подарен Арсению Яценюку. Он вне парламента. Он получил пока маленькую странную индульгенцию, видя снятие вопроса от неудовлетворительной работы. Так, а вы и правда довольны прошлой политикой? Все? Под документом, да. То есть, готовы ли новая коалиция защищает его на защиту? Так все хорошо. Вы знаете, его не оценили взагалі. Совершенно верно. Его работа никому не подтвердила. Вы понимаете, что нашими спорами в итоге стоит теперь еще позиция растерянных избирателей. Они вас потребуют сейчас. Так оцените прошлый год. Потому что... Вы знаете, они сами их уже оценили. Я думаю, избиратели настолько устали уже от коалиции что этот вопрос они точно вряд ли зададут. Круг задач хотя бы минимальных, но внеочередных понятий. Андрей, вы нам его рассказали. Есть ли инструментарий у нового Кабмина, в частности и в поддержке Верховной Рады? Ну, Татьяна Острикова, например, вы верите в успехи нового Кабмина, что ему все удастся? Хотя бы часть из того, что назвал Андрей? Верховной Рады, после такой пламенной премови переднего доказательства хочется единственное что сказать, что из басни Крилова вы, друзья, как не сидите, все же в музыканты не гадитесь. Абсолютно очевидно, что этот Кабмин вчера в противозаконный способ, в антиконституционный способ призначенный, не является злагодженою командой. Почему поехала паня Яревсько в Международный валютный фонд? Я хочу нагадать нам всему, кто такая паня Яревсько. Это министр финансов Украины? Нет, это представитель Комитета кредиторий Украины. Почему она туда поехала? Не есть обязательство перед народом Украины? Нет, не есть обязательство перед Международным валютным фондом, который под ее американский паспорт выделили нам деньги, те транши, которые в 2015 году. И она договорилась, она была в переговорах про то, что те транши, которые должны зайти, перед умовами должны быть определенные вещи. Катяна, что вы имеете в виду, когда говорите, что МВФ дает деньги под, ну пусть даже американский паспорт определенного человека? Я маю на увазе то, что, власне, сказал ваш корреспондент Тихон, что она говорит с ними на одний мове, как буквально английский, так и ментально думает, как думают американские люди. Ей американский паспорт, я уже это неодноразово сказала, не позволяет напрямую толеровать коррупцию. Теперь, почему Данилюк не поехал? И почему Данилюк вообще став министром финансов? Потому что Данилюк, будучи в тяне в администрации президента, тоже занимался питаниями податковой реформы домовленностей с МВФ, и с паней Яресько был постоянно присутен на переговорах, и как никто знает про те домовленности, которые там достигались. Как вы знаете, МВФ народных депутатов не ведет співпрацю с законодавчей владой, ведет исключительно с выконавчей владой. И Яресько погоджировала, что она не будет чинить перешкоды Украине при отримании чергового транша, только за умови, что министром финансов будет призначен Данилюк. То есть это ее ставление? Можливо, это фактично ваш корреспондент очень грамотно сказал, что она выполнила там функцию технического министра финансов, потому что цей министр финансов, который есть сегодня в Украине, он, по-перше, еще не в них все это господарство, а по-друге, он ее ставленником, действительно, он призначен номинально. Хочу еще сказать, когда мы тут чуем много раз опозиция, 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 лакмусовым папирцем, кто есть опозиция, есть голосование за призначение Шокина генеральным прокурором, за призначение ГРЦК головой службы безопасности, есть голосование за ганебный анти-социальный антиукраинский бюджет 2016. Вот вы можете подавиться, кто как голосовал, и вам станет зрозуміло, кто есть фактичная коалиция в парламенте, кто есть опозиция. Когда мы говорим, что самопомощь, батьковщина переходят в опозицию, это не означает, что мы безответственные к государству, как тут коллеги нам закидают, что мы не взяли на себя ответственность. Навпаки, работа в опозиции для нас намного больше ответственность. Потому что, когда ты в коалиции и на тебя працюет нанятое коалицийный уряд, ты начи расслабляешься. А когда ты в опозиции, ты должен все инициативы уряду анализировать, гарные инициативы поддерживать, а инициативы уряду и законодательства, которые ты вважаешь неправильным, ты должен его не поддать критике, а в первую очередь пропоновать свою альтернативу. Мы не хотим только критиковать, мы хотим в первую очередь показать этому уряду нашу поддержку, а там, где они не знают, как сделать, мы готовы их научить. Я это вчора пану Гройсману продемонстрировала, прочитавши положение его программы под пафосной названием «Прискоренный экономический развиток», что там, виявляється, он забрал запроваживать автоматизованную систему управления ризиками на митнице, яка, на секундочку, в украинской митнице діє с 2006 года. И она абсолютно нормальным программным обеспечением, которое есть в всех странах света. И еще раз, что им керуют в ручном порядке. Давайте кратко, он прислушался к вам, обещал или нет? Первое, он вчера меня не слушал, поэтому я сегодня на године запитания до уряду вимушена была еще раз ему по пунктам разкласти. Сподеваюсь, что я хочу до него и до всей квазикоманды уряду донести, это то, что мы сейчас, мы, самопомощь, Батьковщина, это в первую очередь поддержка уряду, первый идеологический партнер этого уряду, потому что фронт, я вот слушала вчера разговоры коллег в кулуарах из фронта, они говорят, это не наш уряд теперь, а что ты там бежишь голосовать за эту постанову про программу уряду, это теперь БПП уряд, пусть они голосуют, фронт теперь блок Петра Порошенко ненавидит, потому что они же сделали Яценюка, олигархичные группы это, знаете, очень сумнительный партнер, потому что им нужно что-то предложить опозиционный блок не Камильфо с уламками регионов право-владным фракциям объединяться, поэтому сейчас самопомощь и Батьковщина это две основные фракции, на которые уряд может спираться. Радикальной партии, которая во время голосования за бюджет очень даже помогла, будучи тогда уже коалицией, будучи тогда уже в оппозиции. Юрий, а вот при голосовании на следующий бюджет, если этот парламент доживет, они уйдут на перевыборы, снова проголосуйте за бюджет, если сильно попросят. Давайте доживем, я думаю, что вы же тоже не отвлекаете от основной тезы, которая у нас идет. Нет, мне интересно сейчас, я задал вопрос фактически поддерживать большинство при голосованиях Верховной Рады. Ну, вы можете понять правильно, что коалиция створится для того, чтобы создать органы влады. А с точки зрения законов, каждая партия может иметь свою思у, и тут они могут создать большинство по тому или иному закону. Поэтому не плутайте створение коалиции и голосование за тот или или иной закон. Это первое. Другое вопрос. Что к уряду. Вот у меня простое вопрос. Вы сейчас в сравнении историю хотите задать. Когда радикальная партия вышла, тем, кто сьогодні створил коалицию, было мало решения фракции. Им требовало подписи каждого члена. Сегодня, когда новая створена, им не треба подписи каждого члена. Им достаточно решения фракции. Из этого не можно начать. С брехни начать создание уряда не можно. Другое. Не можно начать создавать уряд с порушением закону. Это другая аксиома, как бы ни было. Заради какой-то идеи порушить закон это не лучше. Третий момент, который я хотел заважить сегодня. Не можно сегодня изменять свои оценки, как было изменено по деятельности уряда. В чему фальш? Они скасовали постанову, визнаючи его недоездат. Поганую работу им дали, потом скасовали. Но в тот же час Куба что сказал? Цей новый уряд откликает 178 законопроектов колишнего уряда поданы до Верховної Ради из 449 которые были поданы за полтора года. Это 40% работы колишнего уряда новый уряд визнает неакисным. Третий момент, что иноземцев, я очень поддерживаю, что иноземцы сегодня не включили новый . Вот давайте Яресько и Абрамович рассмотрим. Яресько сегодня в Америке все знают, что она граждан Америки. У меня вопрос, если бы он был там, если бы этот Захид произошел в Париже или в другом стране Евросоюза. Но чем она мне запоминала? В тот момент, когда она разрезает всем людям зарплаты и пенсии, минимум ставит 1200, в прошлом году выделила по тендеру миллион 70 грн на послуги такси, которым используются максимум 50 керевного склада работников Министерства Финансов это по 20 тысяч на человека, при том, что есть службовый транспорт. Ну, это абсурдно в нашей стране. Чем запоминался сегодня Айварес? Скандалом с Кононенком? Реформами? Очень слабко. Хорошо. Еще один момент. Нет, я вашу мысль понял, что их нет. Одна фраза, теперь новая коалиция, новый уряд, створился, и новая коалиция. Кто створился в коалиции? Когда коалиция приходит к владе, она сразу подает первый закон проект. Какой был первый закон проект? Вчера зарегистрированный новой коалицией. Закон проект 44-47, который переносит термин введения в действие закон про государственную службу. Почему? Потому что подел посад не завершился. Если новый закон предъявил с 1 травня, что все заступники идут по конкурсу открытому и публичному, они хотят поделить его не публично, а между собой разделивши. Вот вам первый крок коалиции. Поэтому в данном случае нужно четко понимать, я желаю как украинец, как патриот, желаю только добре и этому уряду успеху. Юрий, спасибо, вы повторяете это вопрос. Подождите, Юрий начал критиковать тех людей, которых не оставили в Кабмине. А тех, кто оставили, к ним претензий нет получается, ведь у нас есть еще и категория министров, которые отработали и с Яценюком и перешли к Гройсману. Неужели ни у кого нет претензий к работе всей удовлетворенной работой Петренко, Авахова, Климкина? Да, можно, Сергей, да. перше, дайте мне, будь ласка, сказать, как вы даете такую возможность, например, представникам радикальной. Сергей, без взводных и будет больше текста. Давайте. Цей уряд и ця коалиция и цей парламент должны для себя принять решение. Дуже простое, от которого будет зависеть, чье будущее в этой стране и экономике. Они готовы забрать у олигархов и распределить между простыми людьми. Если они не будут готовы сделать, если они не готовы провести деолегархизацию, национализацию предприятий, Сергей, я вам сразу скажу, человек, который будет готов это сделать и, главное, будет знать, как это сделать, в Украине канонизирует. Ця людина сидит перед вами. Я так и думаю, не сомневался. Другое, что я уверен, они должны сделать. Сказать людям правду. 27 членов уряда готовы перегрызти один одному горло за зарплату 10-12 тысяч гривен. Ну, хіба не смешно? Скажите, мы же прекрасно понимаем, что это подготовка, а потом будет создание великого деребану потоков и других вещей. Третий, почему мы... А вы пошли бы в министры? Я своего часу прийду туди, куда я маю прийти. Своей фракцией премьер-министром Украины без зарплаты и эта страна живет. При премьере Капляні, побачите. Другой. Сергей, все-таки ближе к теме моего вопроса, пожалуйста. А теперь, что касается справедливости. У нас есть несколько урядовцев, по которым нужно создать тимчасовую следующее комиссию, або хорошо попрацел в прокуратуре и дать ответы на очень простые вопросы, которые есть и о которых обратились народные депутаты. Петренко, например. Украина в этом году платит почти 7 миллионов гривен за то, что влезла в спир между Евросоюзом и Януковичем в вопросе санкций. Самый он инициировал эти процессы в супереч указу президента чинному законодавству. И я завтра в понеделок вертаюсь до Генерального прокурора с вимогою расследовать эти факты и я знаю, что и другие народные депутаты уже вертались и их звернение проигнорували и покарать Петренко. Он будет покарный и это будет вимога. Иначе я буду настоювать на то, чтобы произошла очень справедливая речь. Я три недели назад написал заяву про выход из коалиции. Написал заяву про выход из БПП. Я подал до суду, адміністративного суду, чтобы обеспечить выполнение моих требований. Но они взяли мои заявки и про них забыли. Они про них забыли. Они начи в банк на депозит поклали собі под чухляду и использовали мой голос и голос моего другого депутата с побратима Суганяко, который так же членом партии простых людей, в формировании своей коалиции. Без нас би такой коалиции не произошло. Я не куповал как много людей списки в списке тих или других партий. Я правильно понимаю, что под новой коалицией вы подписываться не собираетесь. Сергей, вы продолжите немного позже. Не забывайте свою мысль, продолжите позже. Есть такой керующий Ощадбанку. Еще один одноклассник Яценюка. Пишный. Вин дозволил собі в период такої катастрофичної кризи за 500 тысяч гривен на чартері, на літаку злітати на футбол разом з іншими співробітниками банку. І так само це не розслідувано. Третє, на Яценюка і оточення є 2000 проваджень у Генеральній прокуратурі. Так само не розслідується. Четверте, за впередень, за годину до цієї ширки змови про дерибан профелів у Кабміні. Вони закрили справу, яку я ініціював рік тому з приводу хабаря Яценюку в 3 мільйони доларів за призначення Іщука, керівника одного центральних органів виконавчої влади. І це не зважаючи на те, що Генеральна прокуратура кілька годин тому відповіла добродомову народному депутату, що повним ходом йде процес розслідування цих речей. Тому моя заява є в них коаліція, знаєте яка? Народний Фром, БПП і Генеральна прокуратура на трьох. І вони зараз зібралися по суті донищувати цю країну. Є вихід в цій державі, це нові вибори, це прихід у парламент ідеологічних партій. У нас партій сьогодні єдина ідеологічна ліва партія це партія простих людей, яка буде боротися за цю молодь, Сергей, ви дуже добре говорите, але слишком часто звучит ваше речість словосочетання партия простих людей. Тому що це останнє надію для українців. Давайте без рекламы, спасибо. Думаю, що... Уверен, що не ошибусь, що тема перевыборів дуже подобаєлась Саші Борові, той, який сразу поднял руху. Нет, на самом деле... Хочеться на перевыбори? Не обязательно. Смотрите, буде дуже інтересний момент. Ви почали с міністра фінансів Саша Данилюк. Очень інтересний характер в этой всей истории. Он либертарианец, в голове своє он реформатор, политически у нього не було пока своєї суб'єктності. Он основатель фонда Кахи Бенукидзе, но нічого как политик пока не сделал. Он за полную приватизацию, он за полный выход государства из экономики, і он, в общем-то, смотрит на вещи так, как на це смотрел Каха Бенукидзе. Это то, що він буде сейчас предлагати в этом правительстві, де він буде один. Він на самом деле не хотів йти в це правительство з того, що я бачив, тому що він знав, що це дорога, навірно, в нікуди. Тому що ні БПП, ні Народний фронт, ні Батьківщина, ні хтось ще його в цьому не підтримують. Я думаю, там буде конфлікт. Я думаю, він выйдет і скажет, що ні нынешній, ні парламент, ні коаліція не готовы к серьезним реформам. Він почнє ломати цю коаліцію і ця Кабмин, і тоді ми бачимо, що кризис не завершився. Тому що інтелектуально коаліція сейчас, називайте її як угодно технічно, але коаліція БПП і Народного фронту, вони банкроти, вони не знаю, що робити далі. Вони поменяли людей, думав, що що-то змінюється, але на самом деле нічого не змінюється, і ігра буде та жа самая. І вот тоді можуть бути нові вибори, може бути ситуація, коли... А я взагалі не сторонник нових виборів, я должен сказати, що мені кажеться, що треба було робити, це толкати цих людей, цей новий Кабмин, щоб вони робили то, що потрібно. Скоріше всього, вони цього робити не будуть. І тоді, і тоді, а будуть нові вибори. Понятно. Ну, смотрийте, якобычно, начали за реформу, закінчили перевыборами. Давайте, у зрителяху, поінтересуємося, ва що вони верять, до чого доведет новий Кабмин, скоріе всього, до реформ, він проведет реформу, чи второй вариант відпові, будуть все-таки перевыбори. Пожалуйста, заходите на наш сайт, подробності і голосуйте. Зараз я просто закрою тему другого голосування. Выведіте, пожалуйста, нам результаты опроса по поводу, даст нам МВФ деньги или нет, верят ли в це украінці. Ну, в принципі, можна сказати, що 50-50. Все-таки, вера, наверное, вера в деньги, нельзя сказати, що в Шарове, але мало ж, хто із зрителей думає, що кому-то придеться отдавати. Правильно? В общем, она, я уточняю, мало хто із зрителей думає, о том, хто їх буде отдавати. І знову, спасибо за результати к перевыборам. Александра Кужаль, а ведь ви, як ніхто, наверное, тоже заінтересованы к перевыборам. Хочеться пойти і улучшити свій результат? Я хочу сказати, що я хочу зміни курсу влади. І зразу же уточню, будете розкачувати лодку или нет? А в яку? Лодку в парламенті, доводіть ситуацію до перевыборів. Я перепрошую, ми ніколи не розкачували, бо ті питання, які ми ставили, я дуже прошу не перебивати. Дуже дякую. Вони зараз силаються на ту коаліцію, яку писала в більшості сама Поміч і Батьківщина з Радикальною партією. Ми в трьох її писали, коаліційну угоду. Якщо вони її ставлять як програму, то я хочу вам сказати, чого пошли іноземці і яку програму ми бачимо. Як ви вважаєте себе іноземцем? Як працювали чикагські мальчики в Чилі? Що вони перше зробили перед тим, як перейшли до приватизації? Вони перше, що зробили, де монополізацію не було жодної монополії і тільки після того перейшли до приватизації. А ви всі прийшли, що ви тільки хочете? Бистро продати державне майно, при тому, що залишились олігархи і монополії. Не треба канонізувати. Є нормальні методології, які треба робити. Чому вони нічого не провели іноземці? І чому вони не хочуть йти? Хоча деякі хочуть. Той же Квіташвілі сказав, що він готовий залишитись. Я можу вам сказати, тому що у нас неподолона корупція. Вони прийшли і думали, що вони самі собі призначать людей, створять свої команди, і вони будуть виконувати свій курс. На жаль, не прийшли, не дали їм створити свої команди. І зараз, я вже знаю, один з міністрів сьогодні прийшовши на засідання в Верховну Раду, сказав, це просто жах. 120 дзвінків, того залиш на посаді, того не чіпай, того поставь, дай мені той напрямок чи той. Це є страшенна річ. Це незалежно іноземи чи україність. Якщо зараз президент не змінив цю ситуацію, і той же пан Яценюк, що ніхто не зможе сказати, що я від Кананенка, або я, як було раніше, я від Саши Януковича, то не збудеться нічого. Я хочу сказати про скандал, який вчора вийшли на багатьох сайтах. Ми сьогодні з Тетяною його читали. Вчора, зразу після голосування, після програми, ви знаєте, була перерва, бо люди, які навіть війшли в коаліцію, але є незалежними, вони не голосували за програму. Я чула, чому. Я не даю їм год, казав один із депутатів. Я хочу подивити, що вони зроблять за три місяці. Напомніте, з якого разу прийняли програму? З седьмого? З четвертого. З четвертого. З четвертого. З четвертого. Після перерви. Але хочу сказати, що сталося, вийшла інформація про те, що дві фракції відродження і воля народу, домовились дати голоси, але це було, що слово буде збережено, діюче зараз керівництво, митниці і податкової. І тому я сьогодні задала пану Гройсману питання. Бо питання нормальної, прозорої роботи митниці і податкової, це є фундамент зміни в економіки. Тобто це була плата за підтримку цих двох груп. Якщо далі буде голосування за плату, як так завжди робили коммуністи, вони не входили до Януковича, але кожне голосування, будьте добри. І тому, якщо це не зміниться, це незалежно від фамилий, ви кажете, Даніюку не дадуть приватизацію, не дам приватизацію, якщо не змінити монополістів, якщо не відтягнете їх від корита, якщо призначення буде людей. Сьогодні міністр транспорту говорить, пані Олександра, ваша команда підтримає поляка наукзалізницю? Підтримаємо. Дуже порядна людина. Підтримаємо. Але хочу сказати, якщо до нього прийдуть і скажуть назначувати ціх замов, пусті на мене такі потоки. Подивіться, як прийшов. Це є найголовніші речі. І тому, на сьогоднішній день, чому я говорю про перевибори не так, що є страшно, скільки прийде. Якщо не буде змінено курсу, однозначно тільки перевибори. Бо навіть 100 днів народ України не дасть довіру ні парламенту, ні уряду. Якщо не буде змінено курсу. Мені говорили о тому, як голосувалася програма правительства. А мені інтересує один простой вопрос. Задаю його Владиславу в цей раз. А хто її писав? Скажіть чесно. Кожен день, в початку неділи, було ощущення, що в Кабмін никого силой не затащиш. В четверг казалось, що желаючих возглавити, разобрати портфель, стільки, що навіть увеличили кількість міністрів. Кто писав в це час торгов реально цю програму? Де вона залишилася? Маленька ремарка перед тим, як я відповім на ваше запитання. Це ремарки, у вас вже не буде часу, ми виходимо на рекламу. Отвідьте на питання. Ремарка в третій часті. Я швидко. Це важливо, насправді, що в тій же самій статті, наприклад, окрім того, що збереження діючого керівництва ДФС, зокрема, однією з вимог, однією з олігархічних груп, було, наприклад, звільнення керівника або голови Одеської державної обласної адміністрації пана Саакашвілі. Тобто ми найближчим часом, насправді, і побачимо, чи взагалі... Але, щодо повертаючись до програми. Ну, формально її писав Кабінет Міністрів. Бо, згідно Конституції, вносить її Кабінет Міністрів. Хто саме виконавець, я не знаю. Але... Такой Кабінет Міністрів успів написати програму, за которую голосували вчора? Але, але, Олексій, так от, насправді, в вашому запитанні є відповідь. І знову ж таки, от, знаєте, для мене вчора був день такий, от, сюрреалізму. От, я думав, що є якась межа, де цей сюр має закінчитися. І мені здавалося, що програма уряду, це є та межа, за яку я можу сказати, окей, хлопці і дівчата, давайте почитаємо, і я проголосую за те, що ви вносите. Але... Я поставлю випрос жорстче. Але... Як ви вважаєте... Але... Подождите, як ви вважаєте, только отвітьте чесно, Міністры, назначені вчора в Кабінет Міністрів, самі в глаза цю програму до цього виділи или нет? Я думаю, що краще такі запитання... Стой, да или нет? ...запитати до Міністрів. Але... Ми знову ж повертаємось, от коли ми бачимо цю програму, на ті ж самі граблі 2014 року. Бо... Пам'ятайте, ми все обговорюємо, в чому проблема попередньої коаліції, попереднього уряду. Бо не начебто коаліційна угода добра, а вона в своїй масі добра, але немає чітких дедлайнів і немає чітких відповідальних. О дедлайнах ми обов'язательно поговоримо позже. Я ваш відповідь воспринимаю, як «нет», извините. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер! Мы продолжаем программу «Черное зеркало». Третья сейчас программа. Я хотел бы сразу начать с мнения телезрителей. Дані нашого мини-опроса о том, чого вони ждуть от нового Кабмина. Прошу ввести цифры. Ми задавали вопрос, ждуть вони реформ чи перевыборів. До чого доведет Кабмин? Перевыборами пахнеть українцем. Як ми видим, це великі цифри, 88%. Действительно ли наши зрители правы? Нет шанса на то, що этот состав Кабміна Міністрів справиться, стабилизує ситуацію, проведет реформы і не доведет до перевыборів? Владислав, я обещал вам дать закончить вашу мысль, но очень коротко. Да, очень коротко, потому что нет дедлайнов и ответственных за проведение этой программы мы уже поговорили. Но знаете, я открыл первую строчку, дивлюсь раздел 2, конституционная реформа, подготовка проектов законодательных, а также принятие подзаконных актов для обеспечения реализации изменений до Конституции Украины в полном осцузе. Дата стоит исполнение? Питание не в дате. И далее я думаю, ну цікаво ж подивиться, где самое. Я повертаю строчку и дивлюсь уже новый раздел. Тобто реально, ну, с одной из трех, с трех реальностей. Но там далее продолжение судовая реформа у меня по-другому. Но вопрос в другом. И в судовой реформе написано саме, какие законопроекти на реализации этого. На жаль, я щиро, дейсно, щиро божаю уряду. Конституцию не изменен. Это не только судовая реформа. Я щиро божаю уряду. Я щиро божаю уряду Бо насправді ми всі маємо розуміти, що успіх уряду це буде успіх країни і успіх умов на всіх нас. Але тут варто розуміти інше, що ми маємо пам'ятати, що не тільки все залежить від уряду. Багато щого залежить від дієздатності Верховної Ради. І якщо Верховна Рада не буде здействована з точки зору ефективності прийняття рішень, то і насправді не буде ніякого успіху уряду. Але іще є один момент, який називається судова гілка влади. Бо можна зробити суперкласні реформи. Ми можемо приймати класні закони. Але якщо це все буде розбиватися абсолютно корумповано, абсолютно недієздатно судову гілку влади, ми можемо більше не говорити про яке. Як би ми цю програму не назвали, що би ми тут не написали, це буде абсолютно неможливо впровадити в життя. Дай, Ігор, можна. Перевибори або реформи. Ваш варіант відповіди. Куди? Я вам хочу сказати про вибори. Сьогодні двічі говорили... Я вас не перебував, пані Олександр, я дуже дякую. Отже, сьогодні говорили двічі про сьогоднішні опитування, да? Так от дивіться, я хочу сказати українському народу. Опитування прийшло. Попадають в парламент ті самі політичні сили. Так, є питання по народному фронту. Послухайте. Є питання по народному фронту і партія Саакашвілі. А скажіть, якщо ви розуміли ці цифри, наскільки ухудшиться ваш результат? Шановні друзі, дивіться, от коли хтось, дехто тут розказує про те, що доводиться кричати, в мене хороший голос, доводиться кричати тільки тому, що не дають сказати. Тому, що всім хочеться розказати про народний фронт. Народний фронт розбереться своїм рейтингом. Не переживайте за нас. Ми відповідальні люди. Так, як багато хто котив бочку на нас останні півтора роки, я хотів би, щоб кожен з вас побув в цій шкурі. Ми не здалися, ми мали свою позицію. Я ще раз просив не перебивати. Дві короткі тези. Перше. Народний фронт, Арсеній Яценюк підуть на будь-які вибори. Я мажоритарник, я буду йти до людей. Ми за це не переживаємо. Не переживайте, наші колеги, за результати Народного фронту. Ми відповідальна політична сила. Другий момент. Я бачив ці опитування сьогодні. Проходять ті самі політичні сили і партія Михайла Саакашвілі. Скажіть, будь ласка, якщо зараз є критика один з одним і не можуть домовитись, що поміняється в новому парламенті? В когось буде більше мандатів? Да, буде більше мандатів в Батьківщині. Не буде там, чи буде дискусія по інших політичних силах, наприклад, Свободи там я не побачив. Що поміняється? Нічого не поміняється. Тому ці вибори нічого не зміють. Ну, от Михаїл Головко вам може сказати, що поміняється. Вероятно, там з'явиться свобода. Михаїл, дайте вже облакен. Готовіться вже к виборам. Опозиційний блок. Очень коротко. Буде мати більше голосів. Це очевидно. Ми це розуміємо. Ми побачили вибори в Кровому Розі. Там близько не буде ні партії простих людей, ні інших політичних сил. А буде там партія простих людей, але там може бути також відродження Кернеса. Ще раз скажу. Буде партія простих людей. Буде партія Саакашвілі. Буде народний контроль. Інші партії. Сергій, не треба вірити цим покупним рейтингам. Дайте ще от бути стосовно программи. Самий кращий рейтинг – це люди, які голосують. Стосовно программи. Критикували про те, що дуже довго ми, дві фракції, узгоджували уряд. Аж сіли в три дні. Фактично з неділі. Понеділок і торок середа. Стось хотів, щоб ми не прийняли програми, щоб ми не затвердили уряд, щоб ми не затвердили керівництву Верховної Ради. Дуже багато парламентів цього хотіло. Нам вдалося переконати колег, аби ми мали легітимну вагу. Сьогодні п'ятниця, не маємо легітимний уряд, не маємо легітимну Верховну Раду. Комусь цього не хотілося. Хотілося, щоб все розбилося, щоб були перевибори. Можна жити. Ігор, спасибо. Михаїл Головко, свобода вже готовиться к вибору? Так, тільки я вам до прохання, не перебивайте, будь ласка. Звісно, що, товаристо, давайте говорити чесно. Це бажання не те, що є свободи. Це бажання є українського суспільства. Бо наша сьогоднішня криза, це є криза довіри людей, до влади. Її немає. Ні до парламенту, ні до уряду, ні до президента. І це є чесно. І тому така глибока криза сьогодні торкнулася українською державою. На що це все нагадує? Ми сьогодні багато обговорювали. Але мені це нагадує ту історію, яку я казав. Що це нагадує, якби нібито корабель Титані йде на дно, а команда бореться за теплі місця в каютах, або за той штурвал, який вже набрав повні трюми води. І вони сьогодні хапаються за волосинку при будь-якому чині, лише, щоб не йти на вибори. Бо, не дай Боже, підуть на вибори, лише їх більше не беруть. Та не за мандати потрібно триматися. Потрібно робити реформи. Що ми не почули саме основне? Ми говорили про ту програму, яку писали на коліні зі Стелі, яка практично є ніякою. Але ми не чули реальної дискусії, які будуть проведені реформи в країні. Яка буде податкова реформа? Як вони будуть виводити економіку з ціні? Про те, що нічого не зробили. Ні Яреско, ні Яценюк. Як будуть боротися з офшорами і з олігархами? Як будуть боротися з монополіями і так далі, приватними? Ми цього не почули. Я сьогодні на годині запитань до уряду, до міністра фінансів, до новинка питав. Я вам скажу більше, ми не то, що не чуємо. Извините, я просто добавлю. Ми не то, що не чуємо, ми багато і не видим навіть в цій програмі. Наприклад, ніхто не підминає, що там не слово, що робити по ринку з землі. Що робити з рівнем тарифів? Програма об цьому мовчує. Я скажу, я сьогодні запитав міністра фінансів, я кажу, а як буде відрізнатися ваша політика з попередньою політикою Рязькою, яка ставила за мету, а він сказав ні. Тобто далі закриватимуться школи, не фінансуватися ПТУ, будуть закриватися лікарні, навчальні заклади і так далі. Тобто повністю врізання соціалки. Будуть оподатковуватися пенсії, виглядає. От їхня суть, їхні реформ і змін. Тобто реформ не передбачається. І це якраз викликає найбільше обурення. Тому ми вважаємо, що єдиним способом, яку можна щось змінити, це повністю перезавантажити Раду. Бо, перепрошую, парламент, уряд завжди на кого опирається? На коаліцію. А яка коаліція? З відродження, яка голосувала за Гройсмана і за новий уряд, за те, що їм залишили митницю і податкову. Ви хочете реформи в цьому парламенту? Та не буде там ніколи реформ. Тому що цей парламент корумпований, очолений оліархічними групами, які не хочуть боротися з корупцією. І все. Татьяна Острикова. Зараз дуже швидко відповідають всі депутати, які, мені здається, тут немає ні одного людина в цьому ряду, хто не хотів би піти на вибори. Коли ви їх прогнозуєте? Я? Да. Я би хотіла два слова сказати про програму уряду, а потім перейти до виборів. Колеги, немає про що дискутувати. Програма написана на швидкоруч, неякісно. Навіть не знаю, хто так підставив Володимира Борисовича Гройсмана. Якщо, наприклад, повернутися до теми близької мені, то там з приводу податкової реформи зазначено лише, що треба прийняти новий податковий кодекс і встановити мораторій 3-5 років на внесення змін до нього. Тут можна, власне, знаєте, під новий податковий кодекс підвести будь-що. І ліберальну фіскальну реформу, і продовження рук Яреської, справи рук Яреської, і виконання всього того, що нам нав'язує захід. Тобто тут себе проявить якраз ліберторіанець Данилюк. Хай, будь ласка, як міністр, який очолює Міністерство відповідально за податкову митну політику, в нього буде всі можливості проявити себе і свої ліберторіанські погляди. Так проявлять или нет? Татьяна, давайте ближе к моєму вопросу. Будуть перевибори или нет? Ваше мнение. Моя думка наступна. Оскільки програма написана неякісно, ми повинні дати цьому уряду шанс і його всіляко підтримати. Там, де є добрі речі, їх підтримати, там, де погані, запропонувати свої. І ви, Свобода, шанс по времени, це скільки, Татьяна? Шанс по времени, скільки займёт времени? Треба цей уряд підтримати. Якщо ми побачимо, що реформи не йдуть і, власне, це останній шанс втрачено, ми осінню йдемо на перевибори. Осінню. Але за порукою того, щоб піти на успішні перевибори, є голосування. Я не заперечую вашу... Михайло, відключи мікрофон. Михайло, я не заперечую всіх ваших заслуг. Але давайте поможемо їм провести реформи. Якщо вони будуть в цьому неуспішні, ми осінню йдемо на перевибори. Але, щоб перевибори були успішні, ми з вами всі разом повинні забезпечити прийняття нового виборчого закону. Без мажоритархів, відкриті списки, політична революція. Соді пройдуть нові сили. Інакше ні. Я думаю, в осені я хочу звернутися до Ігора. Дивись, і до влади також. Ви нові політики, ви прийшли після Майдану. Я вас дуже всіх поважаю, розумні люди. Чому ви так тримаєтесь за тих старих людей, за ту партію, Народний фронт чи БПП? Виходьте і готуйтесь. Не буде мажоритарки. Ви маєте собі знайти партію. Народний фронт створений півтора років тому. Та, але створений, але перед тим були ті самі люди, та сама еліта. Ігор, ти розумна людина. Візьми, зрозумій, що тобі треба... Так, реклама. Миша, ти запрошуєш до блоку Сахашмирича? Ні! Ні! Саша, запрошуєш! Саша, запрошуєш! Я кажу, не пісі вибори... Саша, все-таки відповідь на мій вопрос. Да, прошу. Вибори, вибори будуть? Якщо да, то коли? Кратко. Я думаю, що в течінні следующих шести місяців цей кризис станет таким жорстким, що його практично невозможно буде преодоліти без виборів. Вікторія. Я хочу повернутися все-таки до програми. І сказати... Нет, перевибори. О тому, що програма хромає, якщо її можна з натяжкою назвати програмою, ми вже висіли. Це технічний дуже документ, насправді. Тому що на останній його стрінці дуже чітко написано, що ця програма є складовою так само коаліційної угоди, меморандуми щодо співпраці з МВФом, угоди про асоціацію. Тому очевидно, що ця програма писалася не для того, щоб показати дійсно програму нового Кабміну. А це фактично імунітет. Я прошу прощення. Я хочу уточнити бюрократичну уловку, яку ви нам спрашивали. Ви просите нас вважати успішно проведеною роботою? Я хочу просто пояснити всім. Це не моя програма. Тому ви мені такі питання не запитайте. Це технічний документ. Я вважаю, що це уловка задля того, щоб якраз... Но ви її похвалили тільки що. Почекайте. Ні. Такого не було. Давайте не прикручувати. Тому ця програма була необхідна новоствореному Кабміну міністрів лише задля того, щоб отримати імунітет на один рік. Все. І це чесно. Я не є народним депутатом, який підтримує ідею перевиборів. І мені би хотілося тут якраз оптимістично ставитися до цього. І якщо би не ми не сформували цей Кабмінет міністрів, хоча я за нього не голосувала, але все-таки, якщо би Яценюк би залишився на посаді, то однозначно без жодного шансу, ніж йти на перевибори, не було би. Наразі у нас є шанс. Тому фактично наразі ми маємо як мінімум чотири політичні сили, які підписували цю Коаліційну угоду, яка так само не скасована і буде діяти, і яку, я сподіваюся, буде виконувати новий Кабмінет міністрів. Тому дуже необхідно якраз всім об'єднуватися. І незважаючи на то, опозиція чи коаліція, голосувати за законопроект. Давайте договоримося так, щоб ви не тратили час, я зразу произнесу сам, що ви з партиї простих людей, ви рекламою займатися не будете, і відповіте чітко і краско. Будуть ли перевибори, по вашому м'ненію, і коли? Ось тут дуже багато народних депутатів, бувших нових чиновників, і вони кажуть фразу. Ми готові подождати, ми можемо подождати, нам потрібно потрібно, нам потрібно дати шанс. А український народ, у якого пенсія 1200 і зарплата 1000, не можеш дати. 25 років ми це повторяємо як мантру. Тому я считаю так. Нужно вибори проводити до тех пор, поки це грізне белье, грізне белье коррумпуванне в виде Верховного Совета, постсоветського Верховного Совета, ми не встираємо, ми не прополощем його. Вибори за виборами, виборами за виборами. Пока не останется одна партия простых людей. То есть вы готовы хоть завтра? Я понял. Друзья, давайте быстро этот блиц закончим еще двумя депутатами, и затем эту тему суммирують эксперты независимые. Александр Бузель, затем Николай Скорин. Это тот путь, который мы должны прийти. Сергей, ми вже поняли. А по поводу программы... Это путь очищення вас, і спасибо. Это сделано для того, чтобы правительство Гройсмана просуществовало один год. Но поймите, настроения сейчас в обществе такие, что это не поможет. Понимаете? Не поможет. Спасибо вам. Александра Владимировна. Я не помню. Мы дали шанс президенту после 16 лютого фракция Батьковщина давала шанс президенту почати политичные перемоги и с самокомищем, и с Батьковщиною, и с радикальной партией в частине зміни курсу. Если бы сегодня сказали, вы все забыли уже, а почему осталась колеса на двоих? Поделили портфельчики на двоих, при том, что мы сразу говорили, что мы не ставим жоднои вимоги на будь-якие посади. Мы поставили только пять вопросов, которые, мы считаем, только смогли показать изменения курсу. Но им это не было нужно. Самопомощь поставила, изменяя ЦВК, закон про выборы, но им это было не нужно. То есть вопрос возникает, что это перезагрузка и надея на изменение? Очень маленькая. И люди это чувствуют. Это, если отвертого, это оттягивание. Это попытка сделать профилактические изменения. Александра, я не спрашиваю вас, насколько будет долго тянуться? А вы знаете, я хочу сказать, тут политик никого не может сказать. Потому что вы означаете, что влада належит народу. И тут как раз перевыборы. Майдан тоже подписали три головы фракции с президентом Януковичем, что он будет до 2015 года. А вошел Парасюк, и Майдан сказал, пошли-ка вы. И все стало так, как сказал народ. И поэтому я уверена, чтобы никто не успокоился, что проголосовали программу, и речь будут спокойно, далеко дарить деньги. Перепрошу, так не будет. Бо у нас проведение деяких законов довело людей до такой межи, что они не будут чути, знаете, что палить, примучить силу раду. Об этом в начале программы, что вряд ли кто-то будет ждать даже 100 дней. Я не буду чекать. Если они увидят, что действительно изменения курса не будет, не будет доверия. И не нужно бояться перезавантажения парламенту. Я хочу сказать, вы шли на... Александр, извините, это уже не близ. Вам не давали деяким партиям 5%. Но я хочу сказать, на жаль, на жаль, у нас очень большая политическая коррупция в частине выборов. Приезжали с чемоданами полными доларов и покупали голоса. И поэтому тут никакая социология не может сказать. Треба новый закон про выборы, треба новой ЦВК, и очень серьезное покарание за... Спасибо. Николай Скорик вам обещал. Поклюжение. И далее. Эксперты. Первое. Программа правительства была принята только для одной цели, для иммунитета. Это совершенно однозначный факт. То, что сделали законодательством, даже не беря во внимание все предыдущие события в нашей стране, то, что сделали законодательством вчера в зале Верховного Совета, нивелирует абсолютно этот иммунитет на год. И из этой ситуации действительно, вот опять же, я постараюсь максимально коротко, два выхода. Либо цивилизованные выборы, либо, и поверьте мне, что оппозиционный блок, при том, что мы с точки зрения рейтингов, заинтересованы в проведении выборов, но мы патриоты своей страны. И если действующее правительство обеспечит совершенно простые вещи, но простые, важные и одновременно сложные, это запуск экономики, это поднятие социальных стандартов, это реальная борьба с коррупцией, это имплементация минских соглашений и возвращение мира в страну, то мы всей душой будем поддерживать такой парламент. Мы готовы быть оппозицией в таком парламенте и готовы работать всю каденцию. Если этого не будет, то никакой год, никакая программа не даст возможности работать дальше. И выборы будут раньше, позже, и они на Страдаму, что то, что они будут в ближайшее время, это однозначно. Ну что ж, уважаемые эксперты, уважаемые эксперты, которые присутствуют в нашем зале, вот вы все послушали, проанализировали, прошу ваши выводы. Милан Леевич, начнем с вас. Да, тут модно просто это сегодня не перебиваться, то я тоже последую моду, попрошу не перебиваться. Маю два момента. Первый, власне, щодо Кабміну, другий, щодо перевиборів. Щодо Кабміну, ось мы намагалися тут якось з'ясувати, как он будет работать, чи вдасться в него, чи хорошо, это министр, чи не очень. Ну давайте, відверто зазнаемося, что мы не знаем, какие это министры, пока они, хотя бы первый результат какой-то работы их нет. Сейчас мы можем делать какие-то висновки про то, каким будет Кабмін, про то, что он будет делать, про процедурные порушения, абсолютно очевидные, про то, что нет реальности коалиции, не хочу повторюватися. У меня тут ця история, больше за всем, мабуть, вразил трошки инший момент, про то, сколько в Украине есть фаховцев высокого государственного уровня, абсолютно универсального профиля. Вот, например, пан Андрій Рева, колишний уже заступник мера Вінници, прогнозувався, планувався на посаду министра охорони здоровья. Потім зірвалася ця комбинация, він планувався на посаду віце-премьера. Зрештою, він приземлився на посаду министра соціальної політики. Дмитро Шимків теж планувався на Мінздрав, потім пішов на посаду, планувалося, що він піде на посаду віце-премьера по реформах. Але він відмовився, і взагалі посаду віце-премьера скасували. Це мені теж окремо сподобалось. Ну, а якби кандидатка, не знаю, на Міністерство освіти відмовилась йти, то скасували б Міністерство освіти. Тобто, немає людини, не треба посаду, це точно той принцип, яким треба керуватися. Тому, якщо так запрягають з такими великими проблемами, то, об'єктивно, є великі сумніви, що вони поїдуть швидко, ну, і головне, що поїдуть в правильному напрямку. Другий момент – по перевиборах. Звичайно, створення нового Кабміну, воно деякою мірою відклало в часі, зняло перевибори з першого пункту порядки денного, кудись його трошки посунуло вниз. Але, насправді, вирішило формування нового Кабміну лише досягнуло одної мети одна людина. Я маю на увазі, що Петро Порошенко нарешті зміг позбутися Арсенія Ценюка у кріслі прем'єра, а таку мету він поставив в день обрання Арсенія Ценюка прем'єром України. Ось це було досягнуто. Жодної з причин, які призвели до цієї кризи, навіть якщо брати якісь дуже фундаментальні на кшталт тотальної лігархічної незалежності українського політикуму, корумпованості, нереформованості і так далі. Дуже нудні слова. Але жодна із цих причин не усунути, недовіри між елітами. А це означає, що рано чи пізно це прорветься. І, я думаю, в певно в осяжній перспективі нам доведеться йти на перевибори як єдиний метод вирішення кризи, який є в демократичній країні, якою ми сподіваюся ще лишаємось. Спасибо. Владимир Фісенко. Я хочу успокоити. Ніхто Министерство здравоохранення не отменял, не розпускало, але остається. Просто придеться... А почему вакантно сейчас не? Нет, а потому что не смогли найти кандидата, который бы захотел идти на этот електрический стул. А причина не в том, що, можливо, там 5 кандидатов і не можуть вибори? Нет, я думаю, що там как раз нет даже одного, который бы решился сейчас взять на себе ответственность. Квиташвили был нулём на сутки последний год. Это тоже. Мы сейчас не будем обсуждать Квиташвили, да. Тут є проблеми. Теперь, що касається перевыборів. В чём проблема? Когда-то перевыборы будуть, несомненно, да. Но давайте исходить из формальных правил. Перевыборы могут быть тогда, когда появится конституционний повод для перевыборов. На сегодня это либо увольнение правительства, год нельзя уволить, как уже сказали, либо отставка добровольная, прем'єр-министр. Всё можно, конечно, да. Но я как-то мало верю, Но погодите, можно расшатать ситуацию внутри коалиции, которая и так крепостью не отличается. Это фактор улицы. Это фактор улицы, это непредсказуемо. Нет, расшатать ситуацию внутри коалиции, которая не производит и так впечатление стойкой. Второй, да, второй фактор, да. Это коалиция, да. Если коалиция, скажем так, распадётся, то тогда, или из неё выйдут депутаты, тогда действительно возникнет повод для выборов. Но в чём секрет этой коалиции? Как ни парадоксально, две фракции, и коалиция из двух фракций, более стабильна, чем из четырёх? У них есть два... А я поясню, да. Почему? Потому что нет внутренней оппозиции, кроме БПП. Вы вчера эту стабильность увидели не в тот момент, когда программу правительства не могли проголосовать. Это гарантия, да. Там нет доверия. Это брак по расчёту. Но что их сдерживает? Какие две скрепы сдерживают вот эти две фракции в одной коалиции? Всё, про скрепы мы не говорим. Ну, про деньги помолчим. Да, так вот, это нежелание идти на досрочные выборы. И тут есть дополнительный резерв в самом парламенте. Большая часть депутатов парламента, значительная часть мажоритарщиков, плюс вот эти две фракции не хотят идти на перевыборы. Именно поэтому... Так у них в традиционном соглашении открытые списки, они же записаны. Вы же там говорили, что нельзя перебивать, кажется. Вас можно. А, ну конечно, конечно. Вы весь вечер всех перебивали. Так вот, поэтому борьба за перевыборы будет осенью. Но на что обращаю внимание? Если осенью возникнет политический кризис, или в коалиции, или улица, выборы состоятся уже не в этом году, а в будущем году. Процедурно. Месяц или два на создание нового правительства или новой коалиции, плюс два месяца выбора. Понятно. Тарас Загородил. Ну, с привода программы уряду, знаете, нагадаю старый анекдот. Бьют не по паспорту, а народ же готовый до цього. Ну, уже сказал. А стосовно перевыборов, поки не будет изменено виборче законодавство, но не так, как говорится, про открытые списки, это маніпуляция. Открытые списки не решат вопрос о зависимости от олігархов и так далее. Людям подобается мажоритарка, потому что им подобается, когда они видят депутата, потому что они 10 лет прожили при пропорционной системе, когда депутаты вообще не видят, но не такого не можно было достигнуть. Что можно изменить для того, чтобы залучить новую аудиторию, которая прийдет на выборы? Есть реальные инструментарии. Это запровадить электронное голосование, когда хотя бы 10% молодых может проголосовать и хотя бы душа и линьки простить на выборы. Другие, кто у нас за кордоном. Представляете, сколько лет на эту программу уйдет в нашей стране? Я не говорю, что она плохая. Следующее. Как залучить? Мажоритарные выборы, но в два тури. Как показали выборы на этих местных выборах, когда есть два тури, совсем другие люди и непредвиденный результат, как это было в Миколаеве, мы увидели результат, и ледь не вышло в Кривом Урозе. Другие, что можно для изменения элитов? Зниживать барьер входа в парламент. 3-2%. Вот тогда мы увидим новых людей, тогда мы увидим независимых фракций, а все иншие маніпуляции, потому что открытые списки – это та самая аудитория, та самая мажоритарка, только по-другому названа. Те самые технологии. Давайте не будем маніпуляциям. Тарас был третьим по счету выступающим, который говорил о голосе улицы. Вы сейчас… Вы, Владимир, вы, Тарас, вы спекулируете этой темой, или действительно уже улица готова к тому, чтобы выходить и говорить свое слово? Летом не выйдет. Летом не выйдет. Украина – аграрная страна, она никогда летом никуда не выйдет. Поскольку на улице собираются, как правило, простые люди, давайте я отвечу. Смотрите, настроение в деревне, настроение в городах, на предприятиях, которые тонут в безработице, огромное количество вчерашних чиновников, которые сегодня тоже на улице, в связи с сокращениями, ну, обычных чиновников, не этих, которых мы избрали вот позавчера, говорят о чем? Люди хотят решения. Они больше не хотят этих разговоров, они больше не хотят этих потом, перепотом и так далее. Они хотят завтра. Персональная ответственность премьера за послезавтрашний день. Они хотят четкий план действий по датам, по срокам, по суммам. Они хотят понимать, как еще вывернут их карман и на сколько еще петелек затянут их пояс. И когда просвет будет в этой стране, если не будет ответа на этот вопрос. Они завтра за этим ответом придут под администрацию, под Кабмин, под Раду и разбираться, кто народный фронт, а кто партия простых людей, не будет. Спасибо, Михаил. Я хочу сказать, что... Очень коротенько. Те, что вы задали. Правильно, есть лишь два способа замены влади. Або демократичный на выборах, або революционный на улицах. Люди сейчас в большинстве зрозумели. Это прописываю истины. И поэтому сегодня украина близко к этому порогу. Если не будет демократичных выборов, ни другого варианта, кроме улицы, не остается. И поэтому реально сегодня влада должна это понимать. Реформ нет, очень мало времени. На осень нас ждет новый социальный выбор. И тогда единственный способ перезавантажить владу, но за новым законом и за новыми правилами. И тогда не кричи. Что ты кричишь? Я хочу сказать, тогда единственный способ перезавантажить, это будет осенью, когда будет новая социальная кризис, и тогда будет реально выклик. Або они дочекаются, что будут люди на улице. Спасибо, Александр Коротхан. Александра, это просто неможливо. Я хочу сказать одно. Я активный участник Facebookу, у меня практически в сумме 100 тысяч. Я с ними спілкуюсь. Я, мабуть, единый политик, чей номер телефона знает вся страна 16 лет. И поэтому мне пишут смс-ки, телефонуют. Сейчас какие ощущения, кроме простых людей? Он сказал про простых людей. Александра, ну, хоть бы партию простых людей не рекомендуйте. Я сказала, он сказал проблемы простых людей, не понимая, что там и пенсионеры, и другие. Но еще есть. Это те, кто делал и первый, и второй майдан. Это средний класс. Средний бизнес. Вин вздыхает. Пані Гонтарева их загробила закрытием банков, потому что людям хоть что-то компенсировали, а их рахунки просто загинули. И пані Гонтарева в этот момент, когда показали, что это все затягнули, показывают, что Гонтарева богатые, там офшоры, те гуляют. И это неможливым. Люди не могут с этим пережить, потому что нет работы, нет понимания, за что завтра дитину отправить. А тут говорят, 12 лет учится еще в школе, когда он должен заработать. Поэтому настроек людей на перезавантажение, они поверили. И у президента есть проблемы с доверой сейчас. И поэтому я согласна, что все... Александра, перечислять можно долго, если люди выйдут на улицу, достанется очень многим. Татьяна Острикова, вам слово. Вы народный бунт, боитесь или нет? Ну, мы не боимся народный бунт, но я хочу пану Каплину зауважить, что не будет персональной ответственности премьер-міністра, так как не имеет персональной ответственности Яценюка. И вы, пана Каплин, до этого долучилися, когда за сендвич-панель проголосовали, которую пана Яценюка извольнили от любой ответственности. И вы, призначивши в неконституционный способ новый уряд, президент, как гарант Конституции, не смог просто взять и сделать в законный способ призначити новый уряд. И тем самым заклали цеглину и заклали подставу для того, чтобы цей уряд також признать нелегитимным и отже за всю его деятельность, а возможно без деятельности избавить ответственности. Спасибо, Игорь. Очень коротко. Вица, если кто-то думает, что панацея и люди только встают с рангу перевборы и лягают перевборы, нет. Люди хотят действий, понимаете, реальных изменений. Если люди не увидят изменений, я это признаю, будут перевборы, будут бунти. Но не можно сказать, что сегодня люди марят и думают. Потому что, давайте честно, кто-то ожидает, если выборы через полгода или через три месяца, повною изменение элит. Что у нас изменится. Сколько вы думаете, что изменится парламент? Этого не будет. Этого хочется самопомощи. У нас сегодня было шесть депутатов. Два пошли в коалицию, так или нет? Свободы, извините. Лишилось четыре. Не перевиборы спасут. Нужно изменять ситуацию в сегодняшней владе, а коллег по парламенту, я поддерживаю Юрия Радикала, который сказал, что не коалиция принимает законы 227. Парламент. Мы вас просим поддерживать изменения в парламенте. А дать нам шанс попробовать изменять ситуацию. Почему вы не будете протягивать такие законы, как спецконфискация, которая предпочила вкрадений Януковичем миллиард с лишним? Взяти державе. И замість того, щоб списати цей борг, дати якомусь другу. За дисконтом продать. Александра, это не единственный вы. Друзья, все, что вы только что говорили и произносили, это не единственные вызовы, которые стоят и перед вами, как членами Верховной Рады Украины, и перед вами представителями новой коалиции, или старой коалиции, запутался, извините, не знаю, и перед членами нового Кабмина. Ну что ж, нам остаётся, журналистам и зрителям, только наблюдать за тем, как вы будете выживать. Ведь речь идёт не только о нашем выживании, а и вашем политическом. Не забывайте, пожалуйста, об этом никогда. Не наблюдать. Мы будем с вами на вашей передаче облавливать. Спасибо. В эфире было «Чёрное зеркало». До встречи через неделю. Вот зачем мы будем с вами на вашей передаче облавливать.